Кэтбой Ками. Полное видео. Всё видео. Всё видео. Поехали. Сразу ускорение небольшое накинем. Я знаю, вы давно ждали интервью с Кэтбой Ками, и вот оно. Я ебал больного в рот. Больнов, долбоёв. Пау-пау. Одно нога. Больнов, у меня в заложниках твоя нога, блядь. Если вы посмотрите это интервью, мне хотелось бы сказать несколько слов, потому что человек несёт такую ахинею, что здесь обязательно нужны пояснения. Во-первых, когда мне предложили сделать с ним интервью, мне это показалось интересным, потому что я иногда встречаю в комментариях такое мнение, что якобы я расист. Хотя расистом я не являюсь, просто потому что я слишком образованный для этого человек. Да, возможно, в молодости, в какие-то ранние годы, когда я... Ааа, блядь! образованный человек поехали реально не задумывалась над этими вопросами просто принимал год назад да где-то чужую точку потом образованный я мог я сейчас могу назвать себя тогда расистом сексистом гомофобом а сейчас все нормально эти штуки которые присущи крайне правым нынче но на данный момент в свои там за 30 лет исследовав глубоко достаточно все эти вопросы я могу сказать что это все удел людей которые недостаточно луку и следует то о чем они пытаются ну конечно ну конечно да особенно те люди которым тоже за 30 видимо но они остаются сексистами гомофобами так далее конечно же полная видимо херня ну то есть но ни в коем случае они не изучали вопрос просто тупые не понимают как все устроено ну чё вольнов теперь это ну как это вам сказать как бы вам сказать кто вольнов это не к не никсель пиксель на сожравшая свою ногу короче это биопсихосоциальное существо и гены конечно же имеют свое значение но куда меньше чем культура воспитание или окружение поэтому если растешь среди говна ведешь себя как говно видишь говно окружающие тебя вокруг ты и будешь тем самым говном ну или по крайней мере большинство из своей популяции будет таким говном что собственно доказывается российской федерации да конечно же леваки и они загоняются и расистская федерация что российская федерация я впервые слышу такое российская федерация окей и много вещей делают неправильно но доставать расовую теорию и размахи эти в разные стороны но это совсем уж ни в какие ворота никак яркий пример ошибочности права они почему-то выступают против гей-парадов считая что гей-парады заставляют людей трахаться в анальные отверстия хотя по факту гей-парады вы посмотрите так а у меня вопрос почему право и против гей-парадов а может может существовать правый гей убер маргинал все ну как бы ребят то то есть туда правые гомосексуалисты существуют вполне в чем проблема перейти на лозунги которые написаны на плакатах которые несут люди на гей-парадах там написано equal rights равные права люди всего лишь равных прав и пороться в жопу равных прав например пороться в жопу не важно вообще без разницы дело даже не в этом но хотят они в жопу пороться и хотят проблема в том что ты разделяешь леваков и права ков по принципу левый и правый и гомосексуалистов причисляешь видимо к левым а права ков что провоки при этом не могут быть гомосексуалистами и все леваки видимо они за гомосексуализм тоже получается или как это работает я не до конца просто понимаю вальдов что блять происходит твоей толстой голове алё блять то есть может быть нету огромного количества совков коммунистов левых которые против гомосексуализма или мне кажется не только между мужчиной и женщиной вау вау если вы изучите вообще что такое брака для чего нужен причем в первую очередь он нужен для регуляции финансовых взаимоотношений между партнерами ну и таких вещей как например подписывать документы в больнице и так далее и тому подобное гей-парады не за анальный секс гей-парады за равные права ну у зигометов правых ну и просто дураков даже не хватает мозга а в чем проблема с анальным сексом губ чтобы эти лозунги то есть стоп если я не гомосексуалист но анальный секс практикуется например чем проблема опять же не туда все что у них возникает голове это образы фалосов анальных отверстий всего остального они упускают тот момент например гей-женщины как бы никаким образом не нужны не палосы дни задницы они справляются как-то и без этого но тут гей-женщины то лесбиянки есть что друзья что гей-женщины это лесбиянки ну да ладно гей-женщины а может быть есть лесбиянки мужчины тогда если есть гей-женщины то давайте будут еще лесбиянки мужчины права начинает ломаться логика они сразу отталкивают себя мысли про лесбиянок ну или взвешнут разок а потом опять думают про страшные хуи которые проникают чьи-то жопы совершенно забывая о том что кто что делает в постели это его личное дело а вот люди граждане одного государства должны иметь равные права и заметьте я не говорю что между расами нет отличий конечно же они есть но главную роль играет культура и условия в которых развивается человек условно если взять человека из кавказских гор диких кавказских гор и воспитать его не среди дикарей с этих кавказских горли в этих же кавказских горах отдать его в нормальную цивилизованную семью который а почему ты блять считаешь что на кавказе дикари у них не цивилизованные семьи алё блять алё ты же за свободу ты за плюрализм мнений там я не знаю ты за открытое левое общество где все равны то есть ты не против того чтобы угнетать ты-то ты против того чтобы угнетали гомосексуалистов но ты не против того чтобы угнетали это до кавказаков получается или кого-то там не знаю дагестанцев до валёв ни в коем случае не расист а вот хочу ублюдки получается конечно заебись круто дикари блять дикари дикари охуенно валюты молодец ты просто шикарный ты не расист ни в коем случае ни в коем случае ты не расист окей пизда люди руководствуются общепринятыми белыми ценностями то тогда естественно этот человек вырастет нормальным не вспыльчивым и не будет бегать любви особой к ишакам или баранам все дел да конечно блять все дагестанцы ебут овец окей заебись круто валёв ты не расист ты ни в коем случае не расист все хорошо что происходит сейчас я не понимаю в воспитании вы должны понимать что культура и менталитет знают куда больше чем ген яркий пример из этого интервью это дурачок будучи расистом и гомофобом случае с это дурачок будучи расистом и в случае разговора про ебучих качачей которые ебут овец сказал что они не ебут овец вот он расист блять что происходит расой и черными считают что здесь всем управляют гены и черные воруют и насилуют из-за генов но как только вопрос находит до геев тут же сразу гены ни при чем и это оказывается сознательный выбор те из вас кто считают что геем можно стать твич отключен я абсолютно свободен ребят я могу делать все что захочу что это выбор назовите сами себя спросить если это выбор то этот выбор должен делать все они только геи правильно так вот спросите себя в каком возрасте вы сделал кстати я вполне позитивно отношусь к исламской культуре если что и к дагестанцам позитивно отношусь в этом смысле у меня нет никаких негативных предрасположенностей вот в таком духе я просто показываю насколько идиотским выглядит выглядит заявление вольного но он прям по моему умственно отстал и что происходит вольного зачем были выбор в пользу той или иной сексуальной ориентации спойлер вы такого выбора не делали также как и геи потому что закладывается генетически в утробе матери и ты рождаешься уже с определенной сексуальной ориентации вы можете не верить мне пожалуйста есть всемирная организация здравоохранения которая это утверждает причем такой лицемерные двоемыслия общее для всех зигометов дурачков которые слишком глупы чтобы исследовать вопрос одовольствуешься просто писюльками какого-нибудь гитлера или зигомета в который просто сказал что гитлер кстати левый правые зигометы прямо и право это именно зигометы да получается это не те люди которые за рынок это зигометы да это именно национально нациал социалисты да именно они наверное или как это работает что ты же изучал вопрос валёв ты столько что сказал я изучал вопрос по моему ты нихуя не изучал по моему кто-то пиздит здесь ребята это все из-за раз и они ничего не исследуя верят этому как истине в последней инстанции что говорить этот так настолько необразованный что спорит блять чувак ты настолько необразованный блять провоками называешь национал социалистов понимаешь ты настолько необразованный что считаешь будто бы все правы это национал социалисты и фашисты лишь вот блять насколько ты необразованный ты думаешь что противники твоего лагеря все блять фанаты Гитлера. Вот насколько ты необразованный, как бы. Чё за херня? С тем, что большинство геев рождаются в обычных гетеросемьях. Но просто в других мест не существует, где бы могли рожаться дети. Но это почему-то он считает ложью и фигнёй. Ну, и я уже молчу о том, что он рассказывает истории о том, что Гитлер на самом деле не устраивал геноциты евреев, а Сталин был евреем. Кстати, для тех, кто думает, что между гитлеровской Германией и сталинским совком была огромная разница, я рекомендую... А, ну то есть без вот этого введения видео, я полагаю, Кэтбэй Камень никакой такой хуйни не скажет там внутри, да, мы не сможем её отыскать. Только вот если бы не Вальнов, мы бы её не нашли там, наверное. Ну, не знаю, посмотрим. ...вам почитать книжечку, которая называется Дорога Крабству. Ну, а если вы не хотите читать, можете послушать Крабский пересказ на моём канале Вальнов Риск, где, собственно, я пересказываю различные важные книжки за 10 минут. Зайдите по ссылочке из описания или загляните вот сюда вот. Пересказы книжки за 10 минут. Какая прелесть. Подсказочка. Если же вы хотите разобраться больше в вопросах геев... Да ты заебал, короче, давай начинай видео, сучара жирная, блядь. Я рекомендую вам почитать истории камин-аута геев, где они описывают, как они поняли, что они геи, и вообще тоже полезно будет вам для общего, так сказать... Шо, я пошла пишет, там остальной час с Кэтбойками разносит кринж Вальнова тупо гуглом. Ну, я не сомневался, на самом деле. Похоже, да так и будет. Уровень образования. Опять же, ссылочки есть в описании. Зайдите, почитайте, вы, наверное, начнёте понимать, как это можно быть несексуально обиженным в детстве, не быть изнасилованным, но при этом быть геем. Если же вы хотите... Да, реально, так и получается, что его аудитория настолько тупая, что необходимо в предисловии пояснять, кто плохой, а кто хороший и в течение нескольких, там, десятков минут охуеть. Разобраться в человеческой природе. Рекомендую вам ознакомиться с такой наукой, как этология. Очень полезно, и вы узнаете много нового о себе, о нашем обществе, о социумах и так далее. Ну, а критвой камень, как и остальные расисты, очевидно, не образованы имбецилу, в чём вы сейчас сможете убедиться самостоятельно. Я много вопросов от ребёнка из России, Украины и других европейских и славянских стран о вашей активности. Первое, я вижу какие-то фотографии... Ну, во-первых, да, человек, который обзывает кого-то там необразованным быдлом, говорит First of all, first of all, first of all, I see you with dildak. Hello, 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 catboy kami. I see you with big dildak. Hello. Охуенный английский, короче, у больного, чтобы, глядь, кого-то опускать. You with dragon's dick and your activity in... I don't see you before your blackface jokes and all this stuff. What was your activity before that? А может быть, Вальдов расскажет, в чём его activity была before, before that, before that, короче, давайте. Причём он говорит that, 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 просто that, before that. Охуенно. Before the blackface stuff? Yeah. I was, um... So I've been a streamer for about a year. I started off with, um... Бля, он снова и говорит круто, и гото, прям у него охуенно звучит. Мне нравится. Video games, I guess, like, typical type streaming things. And then I decided to do 24-7 streaming, where I had a camera on me and I live-streamed myself constantly, uh, 24-7 for about... three, four months, I guess? Нон-стоп. Uh, and in that... Нон-стоп, нон-стоп. Uh, of course, I wouldn't film myself in the bathroom or something like that, but besides that, like, нон-стоп. Uh, I also did like... No, Catboy Cammy, понятно, что это его родной язык, но он круто проговаривает. IRL streaming, you know, where I was out in public. Uh, scriptonist спрашивает, а щас стихи тебе заказать нельзя? Ну, блядь, можно, но все это видео заказано, ребят. Ну, и где-то в 21 час, я полагаю, мы начнем аукцион, так что тоже учитывайте. Uh, going on different adventures and stuff. And do you do some trolling outside? Oh, yeah, yeah, I troll people. Um, some of those streams are actually still available on YouTube. On my main YouTube channel at the moment, uh, there's some streams where I went to, uh, anime conventions and stuff like that. I see pictures of you. I see anime pictures. You like anime? Yeah, anime... Or it's just a joke? It's just a setup? Or you... How many titles of anime do you watch? Uh, I don't really watch anything at the moment. I don't really consume a lot. Такой чё-то спросил. Блядь. Я, блядь, пошутил. Сейчас я ему по троллю, блядь. Аниме же говно. Говно, аниме хуйня. Внезапно, я не знаю, такой тролль, блядь, толстый. Ненавижу его. I'm busy with making my own stuff, but in the past I've definitely watched a fair bit of anime. Okay, but what are your main stuff that you do? At the moment, the main stuff I do is, uh, work on stuff behind the stream, behind the scenes for streams, I read books, I always feel like I should be reading more than I do, but I try to make time for reading. I exercise, and, uh, yeah, I work on streams, you know, like videos, stuff I need for the streams. I'm trying to work on merchandise at the moment, stuff like that. Oh, okay, and what do you sell? Uh, I'm coming out with... You look. The, some t-shirts and stuff that I've got in mind, or maybe some sweaters, I don't know, like, like I said, there's gonna be... What is the goal you want to achieve in the result? I think if you watch the streams, you can see that the goal is to not only make people laugh, not only to entertain people, but also educate them. There's a lot of forbidden knowledge in this day and age, like there is in any time in history, right? There are things that are true, that are not allowed to be spoken about. You mean race is true? At the moment, yeah, race is one of the main things that are forbidden knowledge, let's say, truth about race and, like, truth about differences between the races. You consider yourself like racist? You think you're a racist? Can you say that, like, in the... Yeah. Okay, okay, okay. Yeah, I value, in the sense that I see differences between the races and that I value my race, above other races, just as I'd say... Ну, поскольку мы Twitch отключили, в принципе, ну, позиция Catboy Cammy здесь пока что выражается вполне так себе объективно. Ну, просто, пока просто. Пока он ничего не опроверг, ничего не доказывал, но чисто тезисно он пока держится очень даже хорошо. То есть, да, я считаю... Я, кстати, до сих пор считаю, что у расистов есть вполне так неплохие аргументы, чтобы доказывать превосходство белой расы. Ну, культурологический аргумент, например, очень мощный. К сожалению. Тот же самый убермаргинал, который использует культурологический аргумент в пользу того, что ну, почему одна культура победила другую, это расистский аргумент, на самом деле. Исходно, это просто аргумент расистов. Ну, да ладно. Ну, кстати, здесь я с Кэтбойками тоже по большей части согласен, потому что темнокожие, скорее всего, по большей части, тоже считают свою расу выше других рас. Там азиаты считают азиатов выше не азиатов, и так далее, и так далее, и так далее. Нет, не доказательства. Выборки разные. Более того, достижения в рамках того или иного общества мало что означает, как ни странно. Приветствую, Геннадий Плотсом. Ну, то есть, например, да хрен его знает, для того, чтобы стать преподавателем, не обязательно быть суперумным, не знаю, иметь суперкрутые открытия какие-то. И даже если у вас есть супероткрытия, если вы действительно очень умный человек, это не значит, что вы станете, например, преподавателем. Мир устроен не так уж справедливо. Достижения не объективны, по большей части. Все они встроены в общественную структуру. Поэтому оценивать людей по общественным достижениям крайне ограничено, на мой взгляд. Ну, не то чтобы крайне ограничено, но не очень достоверно, не очень верно. Ну, нет, это не значит, что ты будешь умным, но, возможно, у тебя будет успех какой-то, да. Да, акцент вольного просто пиздец, это просто школа, как бы. Я не знаю много о России, да. or you changed the subject, so I just want to answer the first thing that you said. Блядь, вольнов нахуй тему реально попытался сменить, и чувак это заметил, его перебил. Блядь. Смотреться невыгодно на фоне катбойками даже. Странно. Но люди никак не ведут себя в целом, есть только отдельные индивиды. Все, что выходит за отдельные индивиды, может быть некой случайностью. Ну, просто статистика – это нереальность. Статистика – это описательная модель. Если мы слишком серьезно относимся к статистике, может оказаться, что мы примем одно за другое. Ну, например, мы можем посмотреть и узнать, а оказывается, черные люди, чернокожие, да, совершают больше преступлений, чем белые люди. Из этого мы можем сделать вывод, что это заложено в природу черных. Но вывод, возможно, будет неверенно. Просто по той причине, что чернокожие люди по большей части воспитывались в худших условиях, чем белые. И даже богатые темнокожие люди все равно имеют этот культурологический оттенок. Оттенок того, что на протяжении многих поколений эти темнокожие люди жили в гетто, в резервациях, там, не знаю, их предки, их родственники, их родители так или иначе перестреливались там друг с другом или не перестреливались, жили просто в опасных районах. Все было довольно плохо, нехорошо. И такая культурная обстановка могла сформировать у них определенные поведенческие парадигмы, которые никак не связаны с их расой в данном случае. Пример именно с богатыми хорош тем, что исчезает оправдание в их бедности. То есть понятно, что у бедных резона воровать больше, чем у богатых. А вот тут, оказывается, богатые и богатые и темнокожие, ну, если это реально правдивые статистические данные, да, видимо, так получается, что богатые и темнокожие действительно совершают больше преступлений. Но это не говорит нам о том, что темнокожие хуже белокожих. Людей с белой кожей вообще никаким образом не говорит. Это может говорить только о том, что есть какие-то культурные парадигмы, которые так или иначе все еще присутствуют. Саксон пишет, но чернокожие в Африке тоже воруют и убивают. Ну, в Африке тоже не пизда-то как бы. Саксон пишет, «Те же пираты в Сомали все черные». «Пираты Карибского моря все белые, блядь!» «Вот так вот! Вот так вот!» Ну, то есть, за всю историю человечества было, наверное, больше всего белых пиратов. Греки были пиратами. Некоторые, кстати. Много греков пиратов было. То есть, греки занимались мореходством активно и ввиду этого там тоже развивалось пиратство. Как бы так, ребят, как бы так. Ну, за всю историю человечества про пиратство, если говорить, ну, реально очень долго народа было убито белыми. Если говорить про войны, наверное, большее количество убийств совершили, опять же, белые. Напоминаю, что никакие не африканцы скидывали бомбу там на Хиросиму и на Гасаки. Это тоже сделали белые. Так далее, и так далее, и так далее. Опять же, статистика довольно странная и хитрая штука. Я не советую принимать выводы из той или иной статистики за истину просто потому, что, ну, статистика – это абстракция. Она может показать соотношение тех или иных чисел, которые мы так или иначе условно отделяем от реальности. Ну, блядь, это не значит, что эти числа работают. В 21 веке пиратство невыгодно. Ну, в Сомали может быть и нормально. Ну, группы нет, групп не существует, чувак. Сорян. Кэтбойками хороший аргумент, Вальнов на него ответить не сможет, но никаких групп не существует, к сожалению. И смотреть, что группы делают в среднем, это полная хуйня в данном случае. To find a fish that flies is not enough to say that fish fly, right? Yeah. To find... Oh, okay. To find a cow that is red is not enough to say that cows are typically red. And as for what you were saying is Russia being a terrorist state, could you give me an example as to why that's the case? I want to talk to you about Russia because Russia have a lot of reach. Блядь, переводы, главное, полная рашки, рашки, рашка, вместо рашки перевод рашки, сучки. Вальновские. White kids, who commit crimes and get rid of any sentence or jail because Russia is a failed state with no working judge system and all this stuff. Полная хуйня. I mean, like, Russia is like in Africa with the savages, but in the snow. Полная хуйня. Ну, то есть, вот это бред тотальный. Россия, это как Африка, только в снегу. Какая, во-первых, Африка? Есть множество, не знаю, регионов в Африке, которые, ну, довольно-таки неплохо развиты. И там живется в среднем, ну, довольно-таки приемлемо. Это раз. Два. В России живут не то, чтобы совсем уж дикари, которые бегают там по снегу, убивают друг друга. Нет, это так не работает. Судебная система у нас работает, и если вы совершите преступление, вы сядете в тюрьму, друзья, как ни странно. Это обычное дело, все нормально здесь, я не знаю. Даже в 90-е не было плохо, ну, то есть, настолько плохо, что все было, ну, блядь, жестоко. Ну, это пиздец, просто в голове у Вальнова, он толбоеб. Ты знаешь, что они говорят, это как... Не, ну, Жен Дой, я не то, чтобы защищаю Россию от Вальнов, да, я защищаю Россию от Вальнов, потому что Вальнов несет какую-то хуйню просто, который с реальностью вообще никак не соотносится. Моя критика России больше культурологическая и больше бьет в колоссальные претензии России на тотальное величие, там, не знаю, на культурность всех культур, на поляризацию с Западом внезапно, со всем, со всем миром даже поляризацию. У меня такая критика. Моя критика против национализма направлена. Особенно против радикального национализма. Но то, что говорит Вальнов, это сумасшествие, это безумие просто, это бред. Найджерия в снеге. Про Россию, я имею в виду. Мой пункт, что black people в Европе и black people в Европе и black people в Африке это разный black people, потому что их окружающие и что они могут сделать и способ они могут сделать это разное. И если вы живете в хорошем районе, и у вас деньги, и ваши родители investят в свою обучение, я не думаю, так, Шатов, как же ты определись, ты же говорил, что культура вообще не существует, да, не существует, все нормально. Я же критикую тех, кто говорит, что как раз русская культура лучше всех остальных. Напоминаю вам, напоминаю, да, кого я критикую, поехали дальше. Вы будете комитировать кримии, только потому что у вас красная кожа. Окей, опять же, вы получили два пункта, я вам отвечу. Первый. Вы говорите, что Раша в Найджерии, но в снеге. Слушайте, Кэтбой Камми хорошо участвует в дебатах. Кэтбой Камми прям вообще хорошо реагирует. У него очень хорошо поставлено, но очень-очень внимательно относится к тейкам в оппоненты. Он говорит, ты сказал два пункта, уже это заява, как бы. Круто, круто. Он оценивает суждение оппонента, это сильно. Это не очень смысла, ввиду, что их GDPs будут совершенно разными. Я могу google it real quick, let's see. Russia, GDP per capita, because you're saying they're the same, so I'm just thinking of one big difference off the top of my head. Nigeria, GDP. Okay, so the Russian GDP is per capita is about 11,300 USD. Nigeria, GDP per capita is oops, дикари, у которых 11,000 долларов в год, короче. $2,000 USD, so big difference, right? To say Russia is the same as Nigeria, doesn't make a lot of sense. How many people in your area have toilets in their houses? $2,000 everyone, yeah. But in Russia it's not like that. И чё? У меня есть лишний туалет У меня раздельный санузел, кстати У меня раздельный санузел Напоминаю, у меня раздельный санузел У меня туалет В разных помещениях они находятся У меня большая комната, здесь вольнов Я живу не просто в России, я живу в пригороде России Где этого говна вообще не должно быть В России сейчас прикольно Сорян В России сейчас даже лучше, чем на Украине, чувак Сорян, как бы, да Правильно Как бы Кали, блядь, просто вот так Жирную жопу заталкивает болт свой Я не знаю Вольнов лох Я не думаю, что это правда Я не знаю, я никогда не был в России Сейчас, еще раз Я пропустил эту хуйню Я сильно много угорал В России Кстати, я не уверен, что все в Америке Может быть и не в Реван Ну то есть, Кэтбой Ками здесь, скорее всего, ну, заблуждается Ну ладно Это не так Как бы люди в Америке Как бы люди в Америке Ты сравниваешь Россию с Найгерию? Я уверен, что Россия имеет больше туалетов, чем в Найгерии Деревянную будку такую Туда можно сесть Посрать И там куча говна Там внизу будет Ну, обычное дело Это самый простой туалет Который можно просто придумать Изобрести Это реально самый простой туалет Так, в Украине то же самое в пригороде, скорее всего, будет, чувак Привет, перекись Волгограда Ну то есть, на Украине будет абсолютно то же самое в пригороде Я абсолютно уверен То есть, вряд ли мы встретимся с чем-то другим Чувак, Вольнов, ты тупой Ты, блядь, понимаешь, что ты тупой? Ну, серьезно Если ты выйдешь в пригород Украины И будешь ходить там между домов по поселкам Там будешь смотреть в разные стороны Будешь заглядывать на участки Ты, скорее всего, заметишь, что в некоторых домах на Украине Туалеты находятся на улице Потому что такая хуйня практиковалась в СНГ просто По всему СНГ, скорее всего, такое было Не, ну серьезно же Это же странно Пиздец Они дикари, потому что у них туалеты на улице Я не думаю, что это правда Джан Дой пишет В какой книге у Жижика про туалеты, кстати, почитать? Чума фантазии Охуенная книга просто Не, Жижик крутой, читайте Так войны-то нет, чувак, алло Если бы у вас была реальная война с Россией От вас бы нихуя не осталось Простите, конечно, украинцы Если бы кто-то начал реальную войну чисто с Украиной С Украиной, блядь, от Украины просто Блядь, осталось бы просто поле пустое С трупами сгоревшими Простите, конечно, Валёв Я ни в коем случае не являюсь поклонником России И не являюсь критиком Украины Но честно, но честно, но честно Блядь Ну тут просто количественно даже Просто даже количественно Просто количественно от Украины бы ничего не осталось Если бы была реальная война И Россию бы никто не сдерживал Да, идёт война с Россией Только вот никто в России об этом не знает почему-то Война идёт с ополченцами Притом, ну, проще говоря, блядь Они не то, чтобы очень сильно воюют И не то, чтобы Украина очень сильно воюет Понимаете, вот если сравнивать ополченцев и украинскую армию Я понимаю, если бы украинская армия Направила все силы на ополченцев Донбасса и Луганска От Донбасса и Луганска нихуя бы не осталось Вот, вот, вот так Но если бы русская армия Направила все свои силы против Украины То от Украины бы ничего не осталось Тут как-то вот такая вот ситуация Не, ну просто, блин, ну это же реально Генетик Флотсон пишет Вальнов не знает, что на английском есть слово outhouse, туалет снаружи Англосаксы тоже дикари, получается Да, вполне возможно Ну не знаю, насколько сделано это Россией Вообще ситуация с Крымом очевидно сделана Россией Насколько я понимаю, то, что происходит на Донбассе Тоже косвенно, так или иначе Под российским Я даже не знаю, как это сказать Под российским то ли контролем, то ли чем-то Тоже проводится, ну, блядь Ну как бы, блядь, войны нет Это не война, то, что происходит между Украиной и Россией на протяжении последних лет Это не война и никогда войной не было Если была война Ну, блядь, во-первых, скорее всего, от Украины Уже бы ничего не осталось, а во-вторых, скорее всего Была бы война уже побольше, но уже с Европой И Россией, а вот в борьбе с Европой И Россией, скорее всего, бы Россия бы проиграла Как, как не печально Вот Что я могу сказать Так Пиздец Ну, это хуйня было сказано Я, честно, я искренне не поддерживаю антисемитизм Война идет от евреев, белых объединений White people Don't want to kill each other It's silly, right? They're Like, look at World War II Was it Russia's decision To completely Yeah, was it Russia's decision To completely abandon their culture Adopt А вот теперь Кэтбойками начинает нести хуйню, короче Поехали Россия принять коммунизм Ну, приняла коммунизм И атаковать остальную Европу Что, блядь, произошло, чувак? Что происходит? Коммунизм И атаковать остальную Европу? Нет Это была Идея И русские были Трик Просто, как я уверен Русские и украинские Были трик Из-за уничтожения И, главное, переводят Рожкование Заебали, блядь Ебучие украинцы Просто, блядь, в кепку тебе ногой Ебнул бы за такую хуйню Блядь, еврейский заговор Ай, господи Вот евреям больше делать нечего Евреи хотят всех поубивать вас, короче, да Пытаются уничтожить мир Натравливая людей друг на друга Что происходит? Какие евреи, блин? Напоминаю, что Европа На протяжении всего своего существования Вела междуусобные войны Почти без остановки И воевали в основном белые люди Как ни странно Но да ладно, но да ладно Ох уж эти евреи, да Которые греков стравливали друг с другом Ох уж эти евреи Ох уж эти евреи Ох уж эти евреи Которые, да, стравливали европейцев Друг с другом На протяжении Вообще всего средневековья Там, столетняя война Еще прочая хуйня Там, не знаю Вот это да Вот это евреи Это евреи всех их стравливали Вот это я понимаю Вот это крут Как ни странно Вот это потрясающе Пиздец, да, из-за евреев Рим пал, да, точняк, вообще бесспорно. Пиздец. Вы должны быть оптимизированы, не называть друг друга славянами. Это self-defense, чувак. Они приехали в мою собственную страну, они оккупировали их. Они убили инстантных людей, просто потому что они не хотят быть частью России. Я не знаю. Где это происходит, Вальнов, валя? Слушайте, насколько я понимаю, в Донецке и Луганске, я вообще против нахождения нероссийских войск, там, не знаю, добровольцев войск в Донецке и Луганске, мне не нравится то, что там происходит, честно. Но то, что там убивают людей, которые не хотят быть частью России, я, честно говоря, об этом даже не слышал. Это какая-то фантастика, что ли. Блядь, расовая теория, переводчик написал, расовая теория, блядь. Кучка образованных, короче, великих мудрецов собралась, блядь, там, обсуждать проблемы мира. Но для меня, более важен культурный брат, и европейские страны, и европейские люди, более близкие к Украине, чем савиджи из северного. Схуяли. Ну, один из главных материальных определителей культуры является язык. Какой группе языков принадлежит украинский? И к какому языку украинский язык ближе остальных? У меня для вас несколько вариантов ответа. Немецкий язык, французский язык, не знаю, английский язык, или, может быть, русский язык. К кому из этих языков ближе украинский? У меня для вас интересный вопрос, друзья. К русскому и польскому отвечают. Польских я решил, конечно, ну, не брать, да, на Сочи. Хотя поляки тоже, ну, получается, славяне, ну, неважно. Интересно. Очень-очень интересно. Ну, просто, нет, на самом деле очень смешно. На самом деле, в данном случае очень смешно. А может быть, польский? Может быть, и польский. Русские, они близко к Азии. У них менталитет, based under Asian rules. Какие Asian rules? Где Asian rules, блядь? Что ты несешь у каждой дальней, восточной, там, восточной, не знаю, страны? Свой менталитет. Это абсолютно разные регионы. Мы просто под Востоком называем, понимаем очень большую такую вот блямбу, которая находится, не знаю, правее по карте, чем Европа. Это очень крутое, конечно, разделение, когда мы берем и отделяем весь мир восточный, условно говоря, восточный, и по каким-то одним правилам его расписываем, но это неправильно. Это дичь. Это все разные, не знаю, регионы, разные миры вообще, по сути, которые отличаются друг от друга значительно больше, чем условная Европа от условного до Ближнего Востока, например. Потому что Ближний Восток и Европа, ну, довольно родственны. По религии, по прочим мировоззренческим данным. То есть в них есть много общего, в них очень много общего. Что такое Восток, я, честно говоря, не понимаю. Что за восточный менталитет, зачем опускать всех людей с Востока неожиданно? Гребанные, да, люди с Востока прям вообще всех заебали. Все, все, всем они что-то это плохо себя ведут. И сейчас они делают вещи, которые они только могут делать. Убили и уничтожить. Да-да-да, все восточные представители всех восточных мировоззрений, там, всех восточных культур, они только убивают и воруют. Охуенно. Ебучий, блядь, жирный расист. Тупой, блядь. Просто ебанутый, контуженный долбоеб. Я честно, ну... Блядь, он умственно отсталый. Ну и долбоеб, как бы. Проблема еще заключается в том, что, ну, Украина долгое время была частью территории России. И чисто культурно, чисто культурно, не только языки похожи, не только языки похожи, но и разные культурные деятели у нас общие. Общие. Не просто разные, они общие у нас, они не отличаются. Они не то, чтобы похожи, не то, что заимствуют что-то друг у друга. Это просто одни и те же культурные деятели. Я не понимаю. Береки с Волгограда спрашивают, а что такое Европа? Ну, с Европой в данном случае немножко проще. На небольшой такой территории, на небольшой территории, такой полуостровной даже, можно сказать, обитает некая совокупность государств. Не очень больших, между прочим, государств. Это и есть Европа. Притом, эти государства тесно взаимодействовали друг с другом. Их интеллектуалы тесно взаимодействовали друг с другом. И у представителей этих государств была общая религия, общая идея. Как минимум, как минимум, и на религии. Не конфессия, а религия. Общая религия, так скажем, была. Общая там наука была, связь между университетами была. Была возможность переезжать из одного города в другой, из одного университета в другой. То есть была большая такая связь у них на протяжении всей истории. Вот это Европа. У Востока такой связи нет, не было и никогда не будет совершенно разные вещи. Да-да-да, была оккупирована, да, со Советой Юнион, конечно, окей. Блядь, я бы на месте вольного эту говно бы не выложил. Просто пиздец. Просто пиздец вольнов, блядь. Ты же понимаешь, что ты сосёшь как бы на протяжении всего времени. Мы уже поняли, когда ты вступление сделал на 10 минут, что ты тупо всосал как бы по всем щелям, но ты при этом не смог как бы смириться с этим, не смог смириться. Сделал гигантское вступление вначале. Бля-а-а-а-а-а-а, пиздец. Я просто, блин, уже после того, что было, Я просто не стал выкладывать это видео в сеть Потому что тут полный проеб Как бы Декларирование Индепенцией Но те, кто сделал это, были убрали Полицейские и немцы Украинская история сложная Если мы будем Считать только Из-за войны Советской Федерации Это не правильно Потому что украинская страна Создает сотни и сотни лет И все эти лет Это была война Москва и Украина Бля, Кэтбойками заебись просто Отвечает, молодец Кэтбойками как будто бы, знаете По какому-то учебнику По какому-то Не знаю Как будто бы у него есть методичка По ведению правильному дебату Он молодец Хоть он тут недавно хуйню полную нес Но, блядь, это простительно По сравнению с хуйней Которая несет войнов Кэтбойками просто гений К нему никаких К нему никаких претензий нет Он реально Он правильно реагирует На все, там, не знаю Попытки вольного Какую-то хуйню сделать Я не пытаюсь сделать это Украинскую историю Ну, ты, ты, ты Ты называешь Российскими Савваживами С пониманием Что большая порция Моя зрения И они знают Что террористы Политики Кремли Сделают их Сделать Если ты думаешь Что все Русские Хотят Атак Украину Это не Ты, блядь Только что назвал Всех русских дикарями Всех русских Блядь Без исключения Особенно тех У кого туалеты Находятся на улице Долбоеб, блядь Ты толстый Они генетически отличаются Интересно как Бля, еще раса евреев Появилась Нихуя себе Кэтбойками Ммм Раса евреев Внезапно Че ж за Раса евреев То такая Ну, у него такой Видимо, уже более тонкий Расизм В данном случае Ну, то есть Подрастами Он понимает Не четыре раза А больше It doesn't Tell the difference Between Indians And Africans Because they are Different groups Of people Genetically Okay, if you're Going to measure Like on a scale What do you think More Make more Effect on your Behavior Is your race Or your Culture And your Education Absolutely race And I would also Argue that Culture comes From race Because we can See, for example Look at Christianity Look at the Effects of Christianity And you would Have to argue That religion Is a massive Part of Culture Right Yeah Но тут проблема может заключаться, опять же, в том, что христианство в Европе развивалось на протяжении нескольких тысяч лет, в Африке нет. Нет. В Европе центр христианства вообще-то. Европа это то место, откуда христианство распространяется. Неудивительно, что там довольно мощная система распространения работы этого самого христианства. Но почему мы вообще берем разницу между темнокожими и светлокожими? Почему не взять разницу между европейцами и азиатами? Давайте посмотрим, что практикуют азиаты и что практикуют европейцы и кто был там сильнее на протяжении долгих лет. А вы не представляете, блядь, не представляете, друзья, вы не представляете, на протяжении многих лет китайцы, китайцы опережали Европу даже по техническому развитию. Опережали. Их религиозные, их практические, их прочие взгляды и практики социальные были значительно эффективнее европейских. Бывает, бывает. Просто дело в том, что это все нихуя не значит. Ваши, блядь, ебучие расы, я не знаю, напридумывали всякого говна и привязали к этому говну кучу говна еще сверху. Короче, давайте я вам расскажу. Если бы, если бы, буквально, я мог переместиться в прошлое и убить Коперника и Галилея, все, европейское, не знаю, государство, ваша европейская технология, все бы хуй сосали. И все, вы бы ничего не могли сделать, вас бы разнесли нахер. Два человека. Два человека вас спасли. Ну, это шутка, конечно, да ладно. Христианство превосходится в различных местах нашего мира. И в Спании, в Латиномерике, вы можете видеть христианство, которая отличается от европейского, итальянского, славянского. Не туда, блядь, давишь, Вальнов, не туда. Основная проблема здесь заключается не в том, что христианство так или иначе было в разных частях этого мира. Проблема осуждения катбойками заключается как раз в том, что он не учитывает фактор зарождения христианства именно в таком вот, не знаю, римском, околоевропейском обществе. И развитие, соответственно, христианства в этом сначала обществе, потом в Европе средневековой и так далее, так далее, так далее. То есть, понятное дело, что христианство в Европе, как развитая религия, которая развивалась на протяжении нескольких тысяч лет, двух тысяч лет, будет значительно круче, будет значительно круче, чем в Африке. Потому что для Африки это не родная религия. Очевидно, что в Китае христианство тоже уступает европейскому. Знаете почему? Потому что там всем похуй на христианство по большей части. Потому что они не христиане по большей части. То есть, у них не было такого, что все китайцы с рождения воспитывались как христиане. Ну, христианство там, скорее всего, тоже есть. Христианство нигде не представлено так массово, как в Европе. Ну, и в Америке. Это нормальная вещь, потому что христианство адаптится к нон-христианским правилам, которые были в тех местах, где христианство приходит. Это нормально. Это не джинсы, это как культура. Да, но джинсы, ты думаешь, что джинсы told you to steal? Это джем. Джинсы, джинсы, джинсы. Джинсы, 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 д Ты больше склонен действовать, не думая. А вот ебучие викинги, прям вот знаете, они прям все время действовали думая. Обожаю викингов, это замечательные белокожие потрясающие люди, которые, блять, убили огромное количество людей. Ух, ух, потрясающие викинги, которые были совершенно не импульсивны, им было не свойственно, не склонно, видимо, действовать не думая, но они все равно переубивали огромное количество людей. Наверное, евреи опять, наверное, опять там евреи как-то поучаствовали в этом деле. А просто, понимаете, если я так скажу, ну скажут, не, викинги-то они черные были. Нет, еще лучше, знаете, что как-то бойками скажут? Не, ну как бы, ну да, викинги были, но все равно же белые лучше черных-то, белые-то все равно лучше черных. Статистика, ведь, статистика, статистика. Пизду вашу статистику, ребят, пизду статистику. Статистика не работает. ...генеры, которые увеличивают импульсивность, конечно же, стилят больше, потому что, в общем, стилят не хорошая стратегия, и поэтому люди, которые более импульсивны, tend to do it more. ...which is part of the reason why certain races steal more than others, even if they are in the same economic class or whatever. Okay, I know a lot of people from Caucasian mountains, and they like black people in the United States, and these people from Chechnya, Dagestan, and several different places, is like black people in the U.S. Бля, как же ты заебал, да, они прям такие как black people in the U.S. Да, действительно. ...but in Russia. ...and I could troll them on the base on religion, or I love to troll them that I have sex with their mother, and this ignited them in the moment. Яб на его месте ты вообще не говорил. ...and they start to scream and tell me that they're gonna cut my head. ...but do you have such comments, or I don't know, maybe you have some threats from black people, or Jews, that you don't love, while you make these blackface videos and all this stuff? ...does someone... So, the question is, do I receive death threats? ...yes, yes, 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 yes. ...definitely. I'd say, overall, I receive a lot more positive comments than death threats, but yeah, I also receive hate mail, basically, anyone famous does. ...yes, yes, yes, but one thing is hate to think about your ideas, and the other is race, because this racist thing... ...ну, у викингов не было, как таковой, великой культуры, в данном случае, в этом проблема. ...саксон пишет, вся Украина — это Fallout, а Валёв не супермутант. ...вотоверили, и мы видели загрегацию в США, и теперь это хорошо. ...ноу, я не думаю, что BLM это круто. ...ноу, я не думаю, что это круто, потому что это много вещей, это не только эти лутинговые вещи, ...ноу, я думаю, что... ...лутинговые вещи...лутинговые люди... ...ноу, я не знаю, почему они думают, что белые... ...вотоверили... ...вотоверили что-то для них. ...ноу, я думаю, что это ступидно. Да, я не поддерживаю BLM, потому что я думаю, что это ступидно. ...ноу... ...ноу, ты думаешь, что... ...вотоверили какие-то генеры, которые помогают им быть успешными? Кстати, интересно, почему да, евреи успешные чаще всего. Тоже довольно интересно. Евреи — довольно умное... ...собрание людей. Довольно умная популяция, так скажем, евреи. Евреи молодцы. Почему они такие умные, замечательные? Почему они могут управлять белыми? Может быть тогда раса евреев лучше расы белых, а? Да. То есть, часть причины, почему евреи успешны, или, по крайней мере, основной аргумент, это факт, что они имеют более высокий IQ, чем другие расы. Однако, дело в том, что их популяция... Так нет, перекись Волгограда, понимаете? Catboy Ками считает, что белая раса лучше всех остальных. Евреев к белой расе он не относит. Следовательно, белая раса лучше евреев. Но тогда почему евреи управляют людьми? Ну, по большей части. Почему евреи провоцируют войны? Почему евреи сплотились и начали, получается, травить друг против друга народы Европы? Что получается? Правильно? Парадокс! Непонятно, как это так работает! Непонятно! Это... ...смал. Даже если это более возможно для них быть гениосами, потому что их популяция так маленькая. И так, объяснение, чтобы это сделать, это нефотизм. Правильно? И мы можем обсуждать это в различных элементах общества. Не. Как только мы начинаем говорить про евреев, Кэтбой Камин начинает нести какую-то хуйню просто. Не, серьезно. Вот как только речь идет про евреев, Кэтбой Камин начинает заводить какие-то, блядь, совершенно тупые речи детсадовские. Я вообще не понимаю, зачем. Да, их популяция непропорционально занимает их должностям. Почему? Почему они такие успешные? Почему они такие крутые? Почему? Почему они могут пробиваться везде во власть, при том, что по всей Европе почти всегда царит ненависть, ненависть к евреям. Почти всегда евреев не любили. Русские не любили евреев. И немцы не любили евреев. Все не любили евреев. Почему? Почему они могут везде пробиться? Как это происходит? Что за кумовство? Что за кумовство? Ага, окей. Что вы думаете о гейс? Я думаю, что... ...хомосексуалитет есть какой-то формы mental illness. ...что... ...социатива вообще лучше, когда это... ...существует, или, в крайней мере, не encouraged. А, вы понимаете? Нет, но я вижу... ...но в смысле, что я... Нет, в целом нормальная... ...в целом нормальная позиция. Ну, то есть, у Кэтбой Ками здесь нормальная позиция, потому что он добавил... ...как минимум, как минимум, я вижу, что для общества полезно, чтобы гомосексуализм был вне закона. Вполне так себе, ну, такое, знаете, прото-обоснование примитивное, пока что вступительное. Я, на самом деле, не понимаю. Ну, я не поддерживаю эту позицию. Ну, искренне, если говорить, мы не на Твиче сейчас. Искренне я вам скажу, я не поддерживаю эту позицию тоже. Гомосексуализм, в принципе, как-то запрещать... ...я бы, не знаю... ...не стал, и я не вижу в этом ничего полезного и бесполезного. Но вот он хотя бы попытался, знаете. Вольнов-то вначале просто его обсирать начал. ...беливая идеи. Но... ...сори про то. ...ентэ... ...ау-... ...беливая идея. ...беливая идея. ...и ценность. Хотя, я думаю, что... ...это... ...это... ...хреселивая... ...белая successивая вещество в прошлом, ...той, на такой стеки слои. ...нет... ...о... ...белая церковь-голубая, ...это... ...собственно, ...логолковая, ...это всё, что... ...той, ...аа... Так, мы тут за ЛГБТ шадов так нельзя, но я и не сказал, что я против ЛГБТ Просто позиция Кэдбой Ками довольно-таки нормальная ...адjusted for the modern world. A way of doing that, I would say, is redefining what it is to be considered to be in God's image. Okay, about your YouTube channel, are you afraid that it's going to be blocked by YouTube? My primary YouTube channel was already removed. For what? You had three strikes? They never gave me an email saying the reason why they removed it. They just removed your channel, you didn't get any strikes for some videos. I have gotten strikes or warnings before, but they generally give you an email about that, right? And I have in the past received. No, they give you three strikes? No, they give you an email. Because, again, no one's received more strikes than me. I know how the system works. When you receive a strike or you are removed on something, they give you an email. But they just removed my channel. Yeah, my first channel was removed too, and they have a lot of strikes, and they was deleted, and after that revived by my Partnerships program. I mean, like, I cannot understand. Okay, what about Islam? How do you feel about it? It is an out-group ideology that is very dangerous to the white race. Only that? I mean, I could elaborate. So, this is part of the reason why Christianity is at the moment making whites quite vulnerable. So, in other religions, including Islam, I'll use Islam as an example, the rule is not thou shalt not steal or thou shalt not kill. The rule is thou shalt not kill another Muslim. Right? Whereas... ... ... ... ... ... В принципе, и в христианстве, и в исламе правило «не убей» трактовалось довольно часто, как «не убей другого христианина в мирной обстановке». Вот так вот можно сказать. Если идет война, убивать можно. Ну, к сожалению, это так. К сожалению, это так трактовалось. Некоторые христиане против такой трактовки. И некоторые мусульмане, кстати, тоже против такой трактовки. Но, блядь, здесь просто неправильно расставлен акцент. Да, нет такой проблемы. Здесь Вальнов более прав. В названии Бога, по-разному. Да, да, «Christianity» был, конечно, гораздо более милитантным, чем «диусос», и я думаю, что это должно вернуться. Что с Брэвик? Вы думаете, это «нец»? Ну, сейчас... ...кад Бэками сам себя противоречил. ...кад Брэвик, Таран, все-таки, я всегда скажу, что если мы не могли бы уничтожить, мы не могли бы уничтожить проблем. Как вы можете решить это проблем, если у вас есть мусульманы, и мусульманы становятся в других мусульмах. Они родили ребенка, они рассказывали им об этом, и как вы можете остановиться? Я не знаю, я не понимаю, что вы можете уничтожить мусульмане в некоторых мусульмах. Но, я имею в виду, как белые страны, которые были белые, иногда, но вы не можете уничтожить всех мест, с всех людей, которые верят в это. Как вы можете решить это? Почему? Генозиды были вступлены успешно, так же, так же, как и через человеческую историю. Чтобы сказать, что это не возможно, не кажется, не подняться к скрутинию, если мы смотрим на историю. Нет, в целом я согласен здесь с Кейтбойками в том смысле, что геноциды не являются на данный момент времени невозможными, но потому что они имели место еще в прошлом столетии. Многие сейчас думают, что геноцид, в принципе, уже невозможен, что все, мы отжили эпохи геноцидов всевозможных, больше геноцидов не будет, хуй там, ребят, скорее всего, будут. Вопрос времени, правда, вопрос времени. Геноциды, скорее всего, возможны, но я бы не хотел, чтобы они были, конечно же. В смысле, не сэксид? Нормально сэксиднули они там. Ой, блядь, рожкование пытались устроить геноцид украинцев. Ой, блядь, какой же Вальнов долбоеб просто. Ну, нахуя, нахуя делать тупую политическую пропаганду из своего шоу? Ну, чувак, блядь, ну, чувак, ну, зачем? Простите? Ну, зачем ты это делаешь? Ну, Вальнов, Вальняша, ну, Вальняшечка, Вальняшечка, ну, что ж ты делаешь-то, блядь? Где моя камера? Где мой свет? Ну, нахуя тебе это, чувак, зачем? Да, ох уж эти русские, просто пришли, устроили геноцид украинцев, как евреев пытались немцы, да, убить. Прям вот так вот, прям, блядь, засовывали их в горячие печи, убивали их, мочили. Да, действительно, это так русские делали. Геноцид украинец, нас их сидит. Да, да. Ну, только проблема заключается в том, что, ну, у немцев-то получилось, как бы, в этом проблема, поэтому все не любят фашистов, там, национал-социалистов. There are unsuccessful genocides, but if you just, if you just google, like, genocides in history, let's try to find recent ones. Urugu genocide, Rongaya genocide, there's a lot of African ones recently. Bosnian genocide, Rwandan genocide, the Armenian genocide. It was successful? There have been successful genocides, yeah. Что такое были успешны? Что означает были успешны? Когда убили всех, ну, тогда успешных геноцидов, наверное, не было. А если речь идет про то, убили много народа, ну, тогда многие геноциды были успешны. Кроме геноциды, когда русские убивали украинцев, потому что такого геноцидов, в принципе, не было. Successful in what? We have... Successful in the sense that, like, there's been genocides to where that group of people, no longer exist. Арменians exist. Okay. It's not working. Are you telling me there's no genocide in history? That's just, like, they've never been able to wipe everyone out? Yes, and I think that some idea of genocides is not so cool. Если идея геноцида не очень круто, это еще не означает, что их не было. Because we're also left-wing guys, or because we, like, Christians who love life and don't kill someone. I think, like, idea of killing a big group of people cannot be a success, because some people can run away and be the people that you don't kill. Well, yeah. Well, there's a problem. Again, what's going on? 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 Well, then he said the same thing, as I am. Then, if Vailov считает, что был геноцид украинцев, он должен признать, что был геноцид русских в СССР. Да, да, конечно, все геноциды были. Фух, непонятно. So, you chased them. And the reason why genocide is an excellent idea in certain circumstances is because it is a permanent solution, right? So, if you have a group of people that have been a problem for millennia, and whenever you simply try to remove them from your area, they come back over and over again, obviously, if you were to just remove them again and not wipe them out, you were going to have the same problem again. So, over time, if you just keep doing that, instead of just wiping them out, it's going to overall... Ну, в принципе, можно сделать границу, как это сделал Трамп, хотел сделать Трамп огромную стену, я не знаю, просто не пропускать этих людей в свою страну, геноцид жестко довольно. Жесткое решение проблем. Я не поддерживаю ни в коем случае геноциды, вообще никогда не поддерживал, довольно странная тема. Не люблю тоже убивать людей в большом количестве. И мне не нравится, когда люди умирают в большом количестве. Always be the primary concern. What do you think about Hitler's ideas? Ну, я думаю, Catboy Ками здесь говорит, что, в принципе, в принципе, геноциды допустимы просто. Не то, чтобы он хочет геноциды устраивать, но в некоторых случаях ему кажется, что они допустимы. Допустим, такая позиция возможна. What about genocide of Jews? Do you read my account? Hitler didn't try to genocide. Hitler didn't try to genocide. Что? Что? Genocide of Jews? Juice? Sok? Что? Геноцид сока? Что? Да, шучу. Так, подождите. Не, ребята, мы Twitch вырубили сейчас. Мы Twitch вырубили. Так что я могу делать, что захочу. Genocide of Jews. There's no evidence that he tried to genocide the Jews. Блин, да вы заебали про геноцид сока говорить. Алло. Okay, do you read my account? His book. Yeah. And in his book he tried to explain why he hates Jews. And so stupid. Гитлер, короче, пытался объяснить, почему он ненавидит сок. Ненавидит сок. Minecraft просто на английском был написан. И Гитлер на самом деле хотел уничтожить сок. Гитлер хотел уничтожить сок, но, блядь, когда люди это переводили, там была ошибка. И вместо сок, juice, у них был juice, евреи, короче. Перепутали в документе сок с евреями. И поэтому, вместо того, чтобы уничтожать сок, они начали уничтожать евреев по закону. Вот, вот что произошло на самом деле. Я все понял. Убийственный сок. He didn't like them. There's no doubt about it. Broker пишет, просто книга, где очень много строчек у меня аллергия на сок. Да, на сок, имя, да, понимаете, сок. He didn't like them. Блядь. Нацистский сок. Бляда. Блядь. Блядь. Массив of juice, it was not a genocide. Он put them into prisoner of war camps after giving them notice to leave. So, same happened to Japanese people in America during World War II, right? Because the Japanese were part of the... Да, согласен, что вообще с Гитлером все очень интересно, вообще с национал-социализмом. Там довольно интересные отношения и к науке, и к эзотерике, и к прочей хуйне интересны, это забавно. Нормально, пойдет, 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 аргументация такая. Но немцы не имели возможности стереть евреев с лица земли, всех просто по той причине, что не все евреи жили в Германии, да, есть такое. Белый овен для жопенцев. У США собирают шоу и голые лица из жопенцев? Потому что Германия делает это, а не только в Германии. Германия... Спасибо большое, перекисал Гограда. Хорошо, хорошо, посмотрим, я не знаю, когда это закончится, правда, с кошкой парнем. Кошка парень доминирует. Кэтбойками провольного. Спасибо, это хорошо. Друзья, после вот этих двух видео, я полагаю, мы начнем аукцион. Попробуем начать аукцион. Как вы заебали с этим соком? Бля, странно. Щит из монографии пишет, фишка в том, что да, у Ками аргументация последовательная, то бишь нацисты точно так же рассуждают по большей части. Да, да, такие есть. Ну, то есть, в принципе, здесь с Кэтбойками именно таких, знаете, аргументативных проблем я у него не вижу. Ярких, радикальных, как у вольного. Вольнов на фоне Кэтбойками выглядит как умственно отсталый ребенок. Серьезно, человек с синдромом Дауна сидит и разговаривает просто с обычным националистом, что ли, расистом. Причем, да, я не то чтобы поддерживаю концы позиции расистов, но я, в принципе, допускаю, что такие позиции имеют место. Они имеют место и с ними как бы приходится иметь дело, с ними беседовать можно. Почему нет? Слепой Крот спрашивает, стоит ли читать мою борьбу хотя бы для ознакомления? Да, хорошая книга, правда. Не советую вам прям вот углубляться в ее идеи, но она заслуживает прочтения как минимум просто для интереса. Вряд ли вы станете национал-социалистом. Написана она не то чтобы очень круто, очень убедительно. То есть, ну, Гитлер не то чтобы очень глубокий и серьезный философ, который может своей мудростью убедить огромное количество людей, как там, например, это сделал Карл Маркс. Гитлер намного проще здесь. И в этом смысле, наверное, поэтому его стоит читать. Ну, тесак стал, но надо, блядь, быть тупым, чтобы, блядь, повестись именно на Гитлера. Гитлер не самый лучший источник национализма в целом. Но довольно показательный. Это было в Германии, который в Германии, that took the photos и tried to send it to the international Jewish news media, to try and warn people of the horrors of communism. И они, кстати, said that these were mass graves of Jews. Now, as for ovens being used to burn the bodies of these Jews that are apparently being genocided, it mathematically doesn't make sense. The amount of time that it takes, even with modern technology, to burn a body to ash, to cremate a body, there is simply not enough time within five years to cremate six million bodies. They dig them, they... And also, if you look at, if you look at the population count of Jews before World War II and after World War II, it was actually slightly... Eee, согласен на ответ Вольнова здесь, ну, блядь, ну не всех сожгли, сжигали некоторых, допустим. В чём проблема? ...it was around 15 million in both cases, but there was actually slightly more Jews in the world population after World War II. Now, if... Бля, популяции сока. 6 million of them were supposed to have died, shouldn't the body count be lower overall? ...instead of being 15 to slightly higher than 15? What about the fact that when they did chemical samples on the walls in the gas showers of Auschwitz and similar death camps, there was no sign of Zyklon-B, which is this chemical that they supposedly used to wipe them out. However, this delousing agent was found in small chambers that you would use to... Well, how to check it? I've just never checked if there were Jews or no. I didn't have any expertise. Well, okay. I mean, I don't have a difference. Well, this question doesn't have a lot of importance. But Hitler killed people. It's already not good, by the way. There was no gas cameras for the Jews. It's just... No, they didn't, they didn't gas the Jews, no. Also, with the ovens, right, the amount of gas you would need to kill people, that gas would escape the chamber, and it's highly flammable. So it would've exploded, given that the ovens were so close by, the so-called gas chambers. Also, inside the gas chambers, which were just showers... No, stilet-to-seas-catboy-clamé, gładko, 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 но... Ну, блядь, ну, ну, окей, бутками. Ну, зачем ты лезешь в историю? Ты же... Мог бы воздержаться здесь. Перекись Волгограда пишет. А Вольнов это чмо, которое запугивало людей во время взрыва в Магнитогорске звонками и... В Магнитогорске звонками и представлялось МЧС сотрудниками и пугал новыми взрывами. Это называлось пранкмой. Да, это он. Это именно он, да. Правильно. Блядь, ну... Я бы на месте Вольнова просто, ну, не выёбывался бы против катбойками. Не, ну, если мы рассматриваем риторики, катбойками, конечно, блядь, доминирует на несколько голов. У Вольнова противоречие уже внутри тех слов, которые он произносит. Катбойками, в принципе, излагает свою позицию, но чтобы её опровергнуть, мне нужно проверять те факты, которые он излагает. Проверить те факты, которые он излагает, я сейчас не могу. Да никто, наверное, сейчас не может. В гугле, наверное, точной информации об этих исследованиях нет. И если катбойками... Вы будете спорить с катбойками дальше, он, скорее всего, достанет какую-нибудь, там, не знаю, информацию, книгу около научной, или, может быть, даже научную, в которой то или иное положение доказывается. Поэтому хрен здесь с истиной, как ты разберёшься. Но катбойками чисто риторически, конечно, намного лучше. Прям вот, на 10 раз лучше. Даже если бы Зиги кидал бы, сейчас он был бы лучше, просто, чем Вольнов. Вольнов этого не понимает, просто потому что он тупой, к сожалению, очень. Нет, ну просто понимаете, хуйня Кэтбойками, перекись Волгограда, хуйня Кэтбойками, хоть в каком-то смысле звучит убедительно. Кэтбойками делает вид, что он сейчас перечисляет нам... Факты, я не знаю. Ну, например, всем достоверно известно, что Адольф Гитлер на самом деле писал, что он любил евреев. Адольф Гитлер обожал евреев каждый день, когда он приходил домой, у него дома было, так, не знаю, сразу нескольких десятков евреев, он садился к ним, вместе с ними пил, пил чай, они обнимались, целовались, сжали друг другу руки там, например. Вместе танцевали хаванагилу ночью перед сном, и все было хорошо. Ну, понятное дело, что эту хуйню сейчас выдумал, но проверить это или опровернуть вы не сможете. Так что, ребят, живите с этим. Ну, то есть, видите, можно перечислять вообще любые факты с таким видом, как будто бы это правда или неправда. Проверить или опровернуть это будет довольно трудно. А Кэтбой Камми, да, хотя бы последовательно, Овальнов рандомный кринж говорит, согласен, 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 здесь есть такое. Кэтбой Камми здесь сильнее, намного. Хуй знает, насколько это правдоподобно. Ну, умели ли немцы делать герметичные камеры? Наверное, да. А если умели, действительно ли выгодно делать герметичные камеры? Это недорого ли для казни? Если можно просто расстреливать людей там, не знаю, топить людей можно. Мы против утопления людей, мы против там, не знаю. Но газовая камера, газовая камера как средство уничтожения людей, если она реально требует тотальной герметичности хорошей, но это дорогое удовольствие на самом деле, это довольно интересный способ казни. Я здесь с Кэтбой Камми, наверное, не то чтобы сильно согласен, но я во много, может быть, даже разделяю его сомнения, такие сомнения именно разделяю. Ну, то есть, ну, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, газовые камеры не очень крутое средство казни, на мой взгляд. Довольно странный, довольно странный выбор из всего спектра возможных способов убить людей, и даже, особенно массово, довольно странный способ. Окей, окей. Is it hard to be a trans-nigger in modern world? Yeah, trans-niggers are the most oppressed race in all of the world right now. It's very hard. Окей, what about your job? Do you have some work or internet and streaming is your main source of money? Streaming is my main source of money, yeah. Окей, окей, what about your... I understand that you cannot talk about some specifics, but people want to know, do you protect enough? Like, do you think about your security enough to do what you do? Yeah, I'd say I'm prepared. Окей, do you have weapon? It's a specific question. Like I said, I don't want to be specific, but yeah, I'd say I'm prepared. Do you have some new ideas for... Гейт Флотсин пишет, газовая камера топ. Ну, блядь, да. Зачем целая камера, пишет Василий, если можно обойтись дыхательной маской. Не, вообще что-то с этими камерами реально что-то не так. Я бы разобрался в специфике работы этой камеры, посмотрел бы, как она работает, реально ли она может сжигать людей, насколько быстро сжигает тела там до костей и так далее. Не людей даже, а на каких-нибудь там макетах, например. Потому что что-то, что-то мне тоже здесь уже начинает, это не очень нравится, такая вот система. Это не очень выгодно. Даже не герметичную камеру построить, да не, 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 не. Это не очень удобно, это вообще неудобно, честно. Проще ножичком ткнуть человека и все. Да не, серьезно. Чтобы убить человека, проще его даже ножичком ткнуть. Это самое, ну, нетрудозатратное убийство массовое, я не знаю. Мясорубку какую-нибудь там придумать, но это тоже хуйня какая-то. Это, блядь, в духе камеры как раз, пиздец. Прошу прощения, друзья, что я такую, такую ерунду придумываю. А, в камерах не сжигали. Газ, да, газ было, потом везли их в премоторе, понятно. Ну, такое, друзья, все равно такое, сильно сложно. Сложно, сложно. Да, мы осуждаем, осуждаем сжигание тропов, людей и камер газовый. Теперь все. Ну, такое себе. Генетик Флотсов пишет, людей массово надо было убивать. да и для этого легче расстрел устраивать ну да ладно ладно давайте забьем пока на обсуждение холокоста и убийство людей мы не мы не поддерживаем такие вещи мы против убийства людей массово тем более planning to go back on schedule but it's just been a little hard to set everything up on such short notice where are you gonna be streaming on twitch youtube да на твиче прям заебись i'm going to follow the same strategy i've been doing so far to where i have a place where i post the links and i stream on all sorts of different places and i just move from place to place as they get banned so i might stream a little bit on twitch a little bit on youtube a little bit on something else in the one ребят сейчас досмотрим видосы и будет аукцион streaming session of a couple может быть заказать игры фильмы сериалы что хотите аниме and if people want to come along for the ride at the moment my main place to watch is a telegram so if you look at fatboy salami on telegram that is where i post in that telegram channel the links to where i'm streaming during streams and i also let people know when the next stream is going to come on um this is uh image it's a trans uh black guy uh it's only because of blm or you have this idea earlier why why you came with the black face and trans trans uh black guy now uh so i was doing omegle streams for a little while where it was just my face and then i think it was a little while ago but i think it was a combination of me and chat we were sort of discussing like different ideas for the stream and we came up with the black face idea and then i had the makeup and stuff sitting in my um uh cupboard for a while and then on my birthday i decided all right we'll do it today so i had the idea for a little while uh okay about uh i don't know i don't understand uh where you dig your info about uh what develop your racist ideas what info do you get them it was a long process of just being interested in stuff i've always wanted to know how the world works and how бля лицо вольного когда он курит блять лицо дегенерата умственно отсталого я я серьезно я не то чтобы ненавижу вольного но блять курить когда ты говоришь человеком в прямом эфире бля зачем ну то есть твой твой собеседник который популярнее тебя в несколько раз ну он как бы не курит когда разговаривает с тобой а ты блять с еблом дебила пытаешься его выставить дураком еще и куришь он парит да окей different parts of the world from say economics to politics to how it all fits together right so it was a long process i'd say uh the most some of the most important part of the ideas is game theory and evolutionary psychology right so game theory is basically applying math to logical questions about the world right so you can think about what would happen in certain situations so in terms of racism we can use game theory to understand why cultures throughout human history would have okay boy тками чисто образоваться образовательной точки зрения куда более крутой чем вольнов вот вообще пиздец просто космически разные уровни странно что вольнов этого не понимает вообще не странно но на самом деле просто космически разные уровни к двойками судя по всему очень много читает и очень сильно интересуется наукой кстати я опять же критикую науку но но я считаю что с помощью научных данных вполне можно отстаивать в наше время в современном мире российскую теорию вполне без каких-либо особых проблем и кэбл кэт бойками пытается делать так чтобы это было ну возможно нормально have to be racist otherwise they wouldn't have continued to exist because if you have team a that allows other cultures in or other races in and team b that does not and attacks other cultures and races over time team a would cease to exist this is a very boiled down version of it it can get into some kind of complex math модераторы google я еврей если чё да я понял 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 мы поняли какой вы еврей генетик ворксах от times but from this we can understand why humans evolved the way they did and then evolutionary psychology is a field of psychology where we understand sort of why we have certain thoughts why we have our mind structured in certain ways due to evolutionary pressure right so the reason why we like say bright colors on a woman's face or something like that is because we we've or no here's a better example the reason why we find young looking women attractive is because it allows us to be more evolutionarily successful because young looking women have more healthy genes and нет всем похуй почему мы считаем молодых девушек более привлекательными чем старых не все считают далеко не все считают ну то есть это странно это вранье если эволюционная психология говорит иначе ну это просто ложная наука это пиздец она не основана на реальной статистике тогда ну то есть она не учитывает значительное число людей которые считают иначе и мулак литвах more helping children right and there are other elements to it that involve right не но то есть может быть так смотрите-ка какая красивая привлекательная молодая девушка а ведь у нее получается более хорошие чистые гены значит у меня будет хорошее с ней потомство кто так рассуждал в последний раз ребята напомните мне пожалуйста я ни разу не рассуждал it's right so from the game theory stuff we understand that it is better to attack other races and then we understand ребят я кстати придумал новый новый стиль для расстрела короче новый способ расстрела так монографии вы повторяйте мой тезис я знаю что статистика не объективна и зависит от выборки все верно вы правы а сейчас новый способ расстрела короче берем огромную штору огромную штору берем вешай между расстреляющими между стреляющими между стреляющими и тех кого будут расстреливать между расстреливаем стреляющий мощь от тех кто за шторы но не видят кого они убивают как вам такое вот вам и что-то что-то более простое чем камера газовая мы не поддерживаться эти такие способы казни вообще никакие не поддерживаем. Но вот, можно так. В смысле, большинству нравятся молодые? В смысле, большинству нравятся молодые? Бля, но я буду еще с евреем, генетиком, флотсомом спорить о том, как лучше расстреливать евреев. Что за хуйня происходит вообще? Мы против расстрела евреев, генетик, флотсом. Фу! Фу! Мы не будем расстреливать евреев! Нет! Нет, генетик, флотсом. Не просите, пожалуйста, мы не можем вас расстрелять. Мы вас любим. Шадов, кого бы ты выбрал как генетического партнера для потомства, Вольнова или Кэтбой Камин? Ну, на самом деле, Вольнова, потому что у него довольно широкая жопа, кость, и ребенок из него очень легко, как бы, выйдет. То есть, Вольнов более приспособлен для родов, я думаю. То есть, у него реально огромный таз, гигантский. Если ребенок из него будет вываливаться, то будет вполне, так себе, знаете, более даже неплохо. Бля, генетик, флотсом, вы осторожна, осторожна. Вы осторожна, пожалуйста. Вольнов, в определенном уровне психологически против других рейсов, да? Ну, как животные, да. Вольнов. 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 Ну, кстати, я считаю, те девушки, которые мне нравятся, они, в принципе, наименее всего приспособлены к родам. В принципе, просто так получается, что вряд ли, вряд ли у них получится родить. Что я, блядь, что сказал? Нет. Ну, то есть, они тяжелее перенесут роды, чем девушки, которые мне не нравятся. То есть, в таком случае, ну, будет тяжело. Тяжело этим девушкам будет. People that are left-wing, let's say. Their studies keep finding that the more multicultural a neighborhood gets, the less trust. В смысле? Мертвые, что ли? Типа того. Не, короче, слишком худые. Слишком худые для этого, ребята, получается. Но перебор. Перебор. Ну, то есть, опять же, опять же, понимаете, да? People in the neighborhood are the less likely минус 45, как у Хавана. Ну, не больше 50, наверное, ребят. Не больше 50. От 40 до 50 килограмм и рост желательно не очень высокий. Ну, то есть, опять же, опять же, ребят, опять же, ребят, такое. Кстати, возраст для меня лично не имеет никакого особого значения. Вот как ни странно, там, не знаю, от 18 до с 35-40 лет вполне так себе может подойти. Вообще, я не знаю, честно, господи, я никогда не задумывался об этом, но вот как-то так получается. Привет, Денис, очень рад вас видеть. А, Карабаев, Денис, приветствую, помню тебя, как поживаешь? Не, ну, то есть, ну, ребята, это реально довольно забавная ситуация, но, бля, я никогда не думал о том, что он молодые, старые, там, бля. ...community interaction with, say, community charity and barbecues and stuff like this, communities become more fragmented the more racially mixed they become. And this isn't just some education issue, because we keep trying harder and harder for decades now to educate people to not have these impulses, but it's deeper than that, right? It's not something you can educate because... It's like trying to educate someone to not feel hungry or have the need for sex or something like that. It is... No, John Doyle, 50-летняя, 60-летняя, в данном случае, это уже крайности. Ну, это уже радикально немножко получится. Но когда возраст, ну, не знаю, в 20 лет укладывается, ну, диапазон, я думаю, в принципе, без разницы с кем тогда встречаться. ...безрозно с нами, чтобы тренировать кого-то из этого. Okay, but lizard brain, yeah, okay. Don't you think that we can control our lizard brain? You don't grab attractive young woman on the street, and you don't start to fuck her in the bush just because you have lizard brain. No, you can do it in the right people's way. No, no. However, I can't train my lizard brain to not feel a certain way, right? I cannot train my lizard brain to not give me an erection when I see... Hmm, можешь. Можешь, чувак, можешь. В этом вся проблема. Ты хуйню сейчас опять же не чёшь. Если у тебя при виде любой красивой девушки случается эрекция, то ты вообще, блядь, психически больной, чувак. Вообще, ты реально сумасшедший, как бы. У тебя, блядь, отклонения физические просто пиздец какие. Тебе надо быть осторожней. ...сей, ...анатрактивная женщина. Я не могу... ...поставить ребенка стресс-механизмы в мозге from lighting up when they see someone of a different race. I can't train someone's brain to not activate their disgust regions when they see a mixed-raced couple. These things are just things within people. And it is much easier to go with nature rather than against it. Because when you go against it... Так, это может быть не природа. Вообще, блядь, что такое природа, человек? Что такое природа? Природы нет, чувак. Ты охерел, что ли? Природа это абстракция. That's for everyone. Don't you think that we can control our nature? Ну, мы не можем контролировать природу, Вальнов. Мы не можем контролировать нашу природу, если это реально наша природа. Тут другой вопрос. Существует ли человеческая природа и какая она? Я думаю, то, что... Я думаю, что то, что о природе говорит the Catboy Cam это полная херня. No. We can work with our nature, but we can't make our nature whatever we want. Именно. Потому что под природой мы понимаем атрибуты человека. Мы не будем называть природой человека абсолютно любую дичь, абсолютно любую ерунду. Понимаете? Вот в чем проблема-то. Если бы могли, ну, было бы забавно, если бы мы могли менять свою природу. Но именно терминологически под природой человека мы понимаем что-то, что у нас неизменно. Джон Дуэй пишет, а если наша природа в том, чтобы контролировать, то а что контролировать? Не природу же человека тогда, а контролировать что-то другое получится. Здесь просто терминологическая проблема. Не факт, что мы эволюционировали миллионы лет, да ладно. Дядь Лечения пишет Артем. Шадов, думаешь, Хлебников оказал какое-нибудь влияние на твое литературное творчество? Не, я прочитал его пару лет назад, так что вряд ли. То есть, на мое литературное творчество большее влияние оказали даже философы, а не поэты и писатели. В этом смысле я... Я один из тех авторов, который испытал наименьшее число, наверное, литературных именно влияний. Почему это не сработает? Почему это не изменится на протяжении ста жизней? Что происходит-то? А вдруг произойдет мутация, которая все изменит? Ты же, блядь, эволюционист, ты же за науку. Внезапно может произойти там, ну не в тебе конкретно мутация, а у твоего сына. Ты, например, родишь сына, а у него произойдет мутация. Он там, не знаю, родится без члена вообще, там, не знаю, без яичек. И все, у него больше не будет, не знаю, гормонального фона, который позволит ему хотеть других женщин. У него просто будет вообще тотальный не стояк именно из гормонов. Такая мутация у него произойдет. Какие, блядь, сто жизней, которые меняют или не меняют природу? Алло, чувак, ты не понимаешь, как эволюция работает, я полагаю, на протяжении ста жизней, девяносто девяти жизней, блядь. мутации происходят, они закрепляются или не закрепляются в обществе, ну, не в обществе, а у людей, в популяциях закрепляются или не закрепляются, развиваются дальше, распространяются или не распространяются, если он сэк умерла. Вот так вот. Блядь, Вальнов, иди нахуй, короче, ты, ты, Вальнов, Вальнов, иди отдохни, отдохни, пожалуйста. Ты долбоеб. Потому что мы в обществе в социальных, особенно, великие, чтобы у них высокий вероятность в социальных. Тут проблема, да, опять же, чувак собирается с эволюционной теорией везде толкать очень-очень-очень абстрактно, на мой взгляд. Василий спрашивает, что думаешь о возможности создания искусственного интеллекта невозможно? Как о бесконечном аппарате создания усовершенствованных технологий и решений сложающих математических задач, а создать аппарат бесконечного, там, не знаю, усовершенствование технологий и математических задач возможно. Вот это можно, но это не будет искусственным интеллектом скорее. Ребят, давайте досмотрим и потом аукцион. Хочешь сказать, твой отец не насиловал твою мать? Вопрос. А, точно, ты же не из России. Привет, Дэвид Голбан. Хороший комментарий, конечно. У чувака проблема, что у него просто в голове научная говяжка такая большая. это проблема, да. Ну, животные тоже друг друга не насилуют, там, ну, не все, не все животные друг друга насилуют, некоторые живут тоже в определенных сообществах, блять. Вальнов, ну, о чем ты вообще говоришь, короче? Вальнов, что за вопрос? Why you don't do that? Why you control it? It gives me an impulse of sexual attraction. It doesn't give me the... You're saying the impulse of sexual attraction is the same as the impulse to rape somebody when they're two different things. Это две разные вещи, правильно. Зачем? Зачем Вальнов говорит что-то вообще не связанное с тем, о чем говорит Кэтбойками? Ну, согласен, 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 Дэвид Голлман, вы здесь правы, но это шиза, как бы, это больная шиза, она тоже основана в общем-то смысле на науке, так скажем. Он находится в рамках мифологии науки, хотя он не понимает теорию эволюции, судя по всему. Так что, ребят, давайте продолжаем. эволюции, ну, в принципе, isn't rape supposed to be more to do with a desire for power rather than a desire for sex? Maybe, maybe, I don't involve in rapes, I don't have that experience, but I think that if you could... Ну, у тебя даже, наверное, experience of sex не было. Surprising, given that you're saying sexuality is like the same thing. No, I mean, like, if you can control your sexual worships, not worships, your sexual warning. Desires? Yeah, desires, yeah, okay, thanks. And you can control your race disgusting desires. Why, why, why in this... Так у него нет расового отвращения, он чисто... Ну, то есть, он может контролировать свое расовое отвращение, ведь он же не убивает, не знаю, темнокожих людей на улице. Что за пиздец просто, творится у вольного, блядь, в голове, почему он такой тупой? Particular case, I mean, with the sex you can't control it, but with the race thing you cannot control it. Why is that? Like I said, I think this is a false equivalency, given that I don't think there is this impulse for rape that men need to control. Maybe it is for you or some men, I don't know, but I'd say at least for me and people that I know that's just not something. Не, просто позиция кэтбойками действительно довольно нормальная. Это позиция человека там, не знаю, с уровнем интеллекта может там 110, там, я не знаю, у вольного там вообще ноль как бы, реально обезьяна внутри сидит, в его ноге. thing we have to deal with. Now, as for controlling these impulses of disgust and whatever, we just see. We've seen for longer than we've been alive, you and I, Western society has been trying to bring everyone closer together through trillions of dollars in education and things have been getting worse. Things have been getting more violent. think societies have become less trusting. So, when, when do... В ноге, да, который он съел, как раз, да. Там был мозг, я думаю. We start seeing an improvement because generally when you start going in the right direction that nature intends, things start getting better, not worse. But things have been getting worse for everybody, not just whites. Don't you think that your actions make it worse and give the black people, you provoke the black people to commit crimes against white people? Do I think my actions are provoking blacks to commit crime? Yeah, yeah. They see white men who get the fun of their race and they become angrier on every white people and start to make some bad things like they do now in the U.S. and all this BLM thing. Does that not prove my point that they are generalizing to all white people? Well, you're generalizing all black people and all Jews. Right. Правильно. Правильно, кстати. Отличный take от больного. Неплохо. Внезапно проснулся мозг. Because you cannot base your worldview around individuals. That's not how societies are structured. Societies, you have to make the best rule for everyone in general. Не, ну это уже оправдание в данном случае. Ну ладно. Да, Вальнов вообще реально какой-то рандом про туалеты говорит, это пиздец. And some people are going to be left out in that. But if you try to make a rule specifically tailored to the best of people, then the majority of people are then going to be hurt. So you have to do what's best for the majority. Otherwise, you're overall hurting more individuals. Okay, for example, about gays. You said that it's some mental illness. I know a lot of gays and both sex, like men's and women's, and don't you know that, I love. Ой, блядь. Я знаю людей двух полов, мужского и женского. Блядь. А каких их еще полы бывают? Спасибо за выяснение, товарищ Вальнов. Ой, блядь. О, сука. Он бы еще все гендеры перечислил. Я знаю, короче, людей, гомосексуалистов двух полов, двух полов, трех, десяти полов это мужчины, женщины, транс-женщины, транс-мужчины, транс-ниггеры, там, не знаю, транс-национальные компании, трансформеры и так далее, и так далее, и так далее. Не, проблема Вальнов здесь заключается в том, что объяснение это довольно простое. у человека даже с довольно незаурядным уровнем интеллекта могут быть некоторые заболевания, то есть, и когда ты указываешь на то, что у Тьюринга был хороший интеллект, но при этом он был геем, нам ничего не мешает здесь считать, что гомосексуализм является болезнью. Вообще не мешает. К сожалению, даже, к сожалению, это не аргумент против... Тьюринг это не аргумент против того, что мы можем считать гомосексуализм болезнью. Вот в чем проблема. Ну, или иначе можно сказать что-то вот вроде того, мол, вы представляете, какой-нибудь там Гегель, 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 замечательный, там человек, великий гений философии, но он же болел, как он может быть гением философии, у него же были заболевания какие-то, что жусь и гейские, геи, 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 гуну, не едущий, следующее, не相信, и обширляли, Думаю, что если мы дали им возможность жить нормальной жизни с проблемами, мы будем успеть, потому что они будут дать нам feedback с их, я не знаю, с инвентацией, как Тюринг? Ну, а lot of, yeah, there are gays that have had, like, great scientific advancements and advancements in other fields, and so a lot of them did it during a time when being gay was stigmatized or even illegal, and nowadays, when that's not the case, I don't believe there is a higher rate of gay achievement anyway. Also, to suggest that being gay is not a choice, I don't know if there's evidence for that, given that children that grow up in gay households have, what is it, it's something huge, it was, forgive me, but it's, like. Да, Ницше был болен, но он чего, сумасшедший, да, сумасшедший. The 90% or 95% gay, right, if you, if you grow up in a gay household, whereas gays are only, like, at best, like, 1% to 3% of the population. Close to them. 7% of the population is gay. In the world, yeah. That, I haven't ever heard it that high, but, okay, let's go with that, let's go with 80%, right, that is still lower than the amount of children in gay households turning out gay. So, there is clearly an environmental fact. Короче, внезапно, внезапно Вольнов типа такой на сторону науки, тупо есть гей-ген, гей-ген, короче, есть супер-гей-ген, который отвечает за то, станем ли мы геями или нет. Это геи при рождении, гей или не гей, это природа человека, с этим нельзя бороться, когда гей видит мужчину, у него встает биба. Короче, сейчас они поменялись местами, ребят, вот это забавно. И Кэтбойками начал мямлить, конкретно. To replay that. About chover, about chover, not choosing the site. Can you remember... Right, so they're not born with it. Okay, can you remember a time when you decide to have a reaction on a woman, not on the man? Can you name me your age, where it was? Norm, блокировал, короче, да, хорошо, вот это было хорошо. Вот этот тейк очень хороший, прошел, прошел, связь есть. When I decided? Yeah, if you say that it's not, it's your decision, if you say that it's a gay decision to be a gay, I want to ask you, where you make decision to be a gay. I think that it's a gay decision to be a gay person to be a gay person to be a gay person to be a gay person. I was refuting your point that you said that they are born with it. Yes. See the difference there? You born with this, I born with this, and they born with this. No, they're not born with it. Right, because we see that more turn out that way due to an environmental factor, which means they weren't born that way, they were turned into that way later in life. Yeah, but you say that genes have more affection on the behavior of the man rather than their surroundings, yes? Yeah. Isn't that true? It depends on the situation, so for example... Blah, 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 blah. Короче, вот если бы Вальнев вырезал только этот момент из стрима, многим могло бы показаться, что он прав. Вот, многим могло бы показаться, что он прав, что он хотя бы, ну, более-менее пытался хотя бы победить с Кэтбойками, хотя бы пытался. I was not born with post-traumatic stress disorder. In fact, I don't know if anyone's born with post-traumatic stress disorder. However, a lot of people develop post-traumatic stress disorder. Не, ну, в принципе, ответ Кэтбойками здесь, опять же, понятен. Есть приобретаемые заболевания. Он трактует гомосексуализм как приобретаемое заболевание в ходе жизни. Понятно. Здесь, в принципе, да. Здесь, в принципе, ответ тоже достойный. Но Кэтбойками здесь, в любом случае, тоже силен. Ну, то есть... Проблема заключается вообще в остальном стриме, который мы посмотрели. Вот на все 56 минут, которые мы видели, ну, Вальнов сосет бибу как бы, по полной. later in life, when they go to war, or something like that. They did not choose to have that, but due to environmental factors, they now, outside of their control, have developed that disorder, right? Yeah. And so that is an example of something, someone was not born with it, someone did not choose it, but it was given to them by their environment. And the same can be said for homosexuality. And the same can be said about steel and rain. Да, кстати, интересно. Блядь, Вальнов здесь молодец. В этой части он молодец. Тут хотя бы какие-то довольно странные пози... Вальнов изображает небольшие противоречия в позиции Кэтбойками, это хорошо. But you said that it's genes and rights. About people stealing... No, because, okay, it's like your height. Your height is genetic, right? It doesn't matter how much food I eat, I'm still going to grow to a maximum... If you're going to eat less, you're going to grow not so high. You're going to... Здесь Вальнов прав. If I starve myself, then yeah. If I... Ну, опять же, возвращаемся. Помимо генетики, на рост оказывает влияние место проживания, климат, рацион питания и другие факторы окружающей среды. Еще гормоны, кстати. Гормоны. Гормоны. Гормоны это не генетический фактор. Напоминаю, кстати, гормоны это не генетический фактор. If I'm starved as a child, then yeah, I'm not going to grow to my maximum height. But assuming I have all the resources I need, there is a limit to what I can do. You see? So there's a factor of both at play. There is a genetic limit to what people are capable of. And the environment can have an effect on that. But the environment cannot change what people are genetically limited to. So it gets a little bit confusing because both are a factor. But there you go. Just to be clear. Black people still enrave because they have black genes. And gay people become gays. Not because they have gay genes. But because they see someone fuck someone in the ass. Yes? Is that correct? We haven't done a whole lot of research into why people become gay. But we can observe from how kids turn out in gay families that there is an environmental factor. Бля, Вальнов, то есть ты, блядь, еще и в начале этого видео наврал нам, да? То есть ты, опять же, изложил позицию своего оппонента не так, как он ее, как бы, позиционировал. Вальнов, ты понимаешь, что ты, блядь, мудак? Вальнов, серьезно? Серьезно? Ты лох. Ты как бы, ты дегенерат, Вальнов. Сорян, конечно, но ты просто пугало нам подсунул в самом начале. Для своей дегенеративной публики, видимо. IQ не существует. IQ не существует. Александр, дебатировали бы с Вальновым о чем? Блядь, но он же овощ. Ребят, он овощ. О чем с ним дебатировать? С Кэтбойками интереснее дебатировать было бы. Вальнов ноль. ...found increased impulsivity and capacity for aggression and stuff like that. Ты понимаешь, что 99% of all gays came from not-gay families? Normal, general families. Я не знаю, что ты получил эту статистику от твоего ас, но в зависимости от того, что они не должны были бы иметь гейную семью. Они могли бы просто были пуганы как ребенка или что-то. Это не значит сказать, что все дети, пуганы, становятся гейными. Однако, найдите меня одного гейного человека, who has not had some sort of childhood sexual abuse experience. Не, ну, конечно, если Вальнов предложит мне дебатировать с ним на какую-то тему, я с ним, конечно, подебатирую. Ну, то есть, для меня это будет пиар, как бы, конечно. Ну, блядь, ну, ребята, ну, ну, вы посмотрите на это, ну, блядь. Нет, при этом, ну, сейчас Вальнов вот последние несколько, буквально минут 10 последний, он вроде бы топит. Он вроде бы топит Кэтбойками, он нащупал, нащупал слабую точку в его позициях, поэтому, ну, здесь интереснее стало. Ну, блядь, ну, здесь Кэтбойками порят абсолютную хуйню, все геи насилуют своих, там, детей, поэтому те становятся геями, потому что те самые дети, когда они вырастают, когда они вырастают, они не говорят, меня не изнасиловали, нет, ну, серьезно, Кэтбойками, ну, это уже фантазии какие-то. Ну, это уже просто фантазии из головы, которые ты достал. I've heard stories from gays that know even more gays than I do. And they say, yes, every gay I've ever spoken to, and it's tragic, they all have a story, which shows that something about this must be environmental. Ну, а ты тоже так трактуешь. To become a gay can be environmental. Why to be a thief or rapist not environmental, but genetic? Why is that? Why in this case, like that, and another, another? In Jim's way, why is that? It's not working. No, it's not working. It's like, why when I drop this phone, it falls rather than floats. Right, gravity, okay. Yeah. Ну, гравитация тоже иллюзия, ребят, сорян. Ну, ладно. We have physics and gravity, but... Why is that the way it is? Why is physics not opposite? It's just the way things are. Yeah, but if... Ну, так вещи не устроены, и ты их просто, блядь, придумал только что, чувак. If the theory about genes was right, you need to accept that gays become gays because of genes. Нет, не должен. Здесь должностования никакого нет, Вальнов, к сожалению. Здесь реально нет никого должностования. Он не должен этого признавать. Его позиция, в принципе, более-менее ровная. Ты попытался его задеть в данном случае, но Кэтбой Ками смог выпутаться. Смог выпутаться и дать более-менее вразумительное объяснение, которое так или иначе может быть принято за какое-то, знаете, вразумительное... Ну, вот так вот. У тебя был вразумительный аргумент против. Ты хорошо его заметил, Вальнов. Хорошо его приметил. Хорошо его приметил. Ну, Кэтбой Ками ответил. Нет, это не правда. Вы не должны... Для genes, чтобы иметь эффект на людей, вы не должны accept, что каждый aspect of a person является полностью из-за их genes. Как я сказал, я даю еще один пример. Это пост-traumatic stress disorder... Все понятно с позицией Кэтбой Ками. Спасибо, продолжай. Потому что... ...без-за генетики. Нет. Если вы не идете в войну, вы не получаете эту вещь. Это легко. Да, вы не бороться с этим. Но если вы бороться с гей... Но, интересно, не все, кто-то в войну gets пост-traumatic stress disorder. Поэтому, почему это? Это может быть, что есть генетичная фактор в это, где некоторые люди имеют в силу катастрофу для пост-traumatic stress disorder. Но они нужны, но они нужны какие-то environmental conditions для того, чтобы это активироваться. И так же может быть, что для гейских. Потому что не все, кто-то в патриоте как ребенок становится гей. Хорошо, я понимаю. Что с Организацией World Health Organization? Вы не думаете, что этот человек может быть вернен? В некоторых вопросах, да. В рогаре, что ли? Просто в общем? Ну, да, в общем. Вы берете пилы, когда у вас болезнь? В зависимости от болезни. Я пытаюсь избежать пилы, когда не нужно. Одна из вопросов, что у вас есть some meltdown mental. Ну, кстати, относительно позиции Catboy Kami тут тоже все, опять же, нормально. Пить таблетки по каждой болезни, по каждому, не знаю, факту вашей болезни, но тоже, наверное, не стоит. Если вы можете переболеть без таблеток, лучше болеть, наверное, без таблеток. И вам врачи даже так подскажут. Хотя при этом таблетки вам все равно продадут в магазине. Может быть, даже некоторые врачи вам выпишут эти самые таблетки с удовольствием. В чем проблема-то? Не, все, дальше пошел полный, как бы, ребят. Дальше пошел полное говно от Вольнова. Это уже детский уровень, на мой взгляд. То есть, в самом начале Вольнов, понимаете, он нащупал, нащупал вот эту слабую зону немножко, прощупал ее и пошел на попятную, назад пошел. Пошел в хуйню опять. Ну да, что я по ПШ-таке есть. Ешь таблетки, да? Ну, значит, геев поддерживай. Два логических шага, да, да, фуеда, я согласен, пиздец. Но он пытается сказать, ну, типа, ты поддерживаешь ВОЗ, да, поддерживаешь ВОЗ. Если ты за ВОЗ, если ты принимаешь таблетки, если ты за современную медицину, значит, ты должен признать, что ВОЗ тоже правильно распорядилась геями, не считает геев, не знаю, заболеванием, гейство заболеванием не считает. Окей, такая логика здесь у Вольнова, довольно примитивная. Это ваша способность функции. Да. Депрессия бы пример психологической болиции, потому что it reduces your capacity to function, or being a sociopath is an example of a mental illness, not necessarily because it reduces your capacity to function, but because it causes you to often negatively impact upon other people and reduce their capacity to function, right, because a lot of sociopaths end up harming people, right? Yeah, yeah, by this definition, do you have some mental illness? No. Okay, what problem have gays with their гейness? How they affect their efficiency? Гейness, сущность, гейness. there is a much higher rate of neuroticism and other mental illnesses amongst the gay community. They have higher rates of depression and stuff like that. They have a higher rate of suicide. They have a much, much higher rate of certain types of cancers, AIDS, obviously, they, there was something else but I lost my train of thought. But basically, being gay puts you at a very high risk of a lot of things that do certainly hurt you as an individual and then there is also a much higher rate of child abuse and child rape amongst the gay community. Like, gay men are more likely to sexually abuse a child than a straight man. Well, I think it's a pedophile, it's not a gay, but don't you think that... But there is a correlation there, right? the gays are more likely to be gay. Yeah, but the pedophiles are more likely to be gay. All the gays are more likely to be Yeah, but the correlation don't prove anything. It's just correlation. Don't you think that a higher rate of suicide in a gay... By the way, I agree with this that correlation doesn't show anything it's a correlation. Ah, Vailnov is a gay is a gay. Normal. With the gay people. We come from people who said to them that they are that they are bad, they're not right, they do it not right. I don't think it's due to discrimination given that it hasn't really changed as society has become more accepting. It's the same as the transgender community. I know that's a different community, but it's the same sort of situation where they have a higher rate of suicide than Jews during World War II. And now, I don't think anyone in good faith could tell me that Jews are less discriminated against back then than transgender people today are in, say, America. America's very interesting law about transgender people and you just cannot tell them that you don't like their appearance or that they want you to call them women. Right, in Canada you can go to jail. In Canada you can go to jail for misgendering or you're fined and if you don't pay the fine you go to jail. So it's like you can't tell me that they are more discriminated against and yet they're committing suicide so much more. Why I ask you about the World Highest Organization because they say that you born like a and why that's why I ask you do you believe this organization maybe you can say that it's Jews left wing Jews in the World Health Organization tell us white get a man that it's normal but it's not yes right I mean there's certainly I'm not because I don't know everything the World Health Organization has said so I'm not prepared to say that everything they say is wrong but not like you just gave an example there there's certainly some things that they say they are wrong yeah yeah Catboy stopped atrizzat Holocaust for argument there's this about gays I just want to close this topic you don't believe World Health Organization about causes of gays yes 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 what the problem what the problem I mean the World Health Organization doesn't even believe itself some of the time look at how they flip-flopped on whether or not coronavirus is dangerous whether or not you should wear a mask they give out conflicting messages to their own messages all the time they don't necessarily know what's right and wrong if you take these pills you believe in World Health Organization because they give you no I don't if you drudged you to you know I don't I don't I don't I don't I don't I don't know I don't my point is that there's like certain things I would agree with them on and certain things that I don't and there's evidence to suggest that they don't always know what's right and wrong anyway actually not okay blackface it's about black people do you gonna have some Asian face or maybe Mexican face maybe Muslim face do you have plans yeah I've got I've got I've got lots of plans for new characters in the future yeah I've actually got some ready to go I'm just waiting for some of my accounts to I'll check it again now I'm just waiting for a few things to verify so I'm able to keep going with streams because I have a few ready to go yeah now okay about your main goals do you gonna make some organization racist organization to provide your ideas or is just you and your channel your streams and you are not going to create something bigger from this I don't have any plans on forming any sort of organization at the moment no it's just you want to spread ideas about racism I want to spread an understanding of how my people are being attacked in the spread an understanding of how to stop that catboy coming normal отвечает честно очень хорошо у него поставлена позиция даже когда видно что он находится то что у него слабое положение короче catboy каме умудряется как-то выпутаться более-менее более-менее достойно более-менее достойно то есть здесь в принципе я понимаю что Вальнов проигрывает есть такое согласен шейн попрошу talk about race why don't talk about some autoritarian regimes that make bad white people because I'd say the primary reason that my people are under threat is because of racial conflict I'd say that's the primary threat yeah but if you count casualties from the political wars ну я абсолютно не согласен с кэтбойками расовый конфликт это просто фантазия в его голове конечно же конечно же но но говорит он об этом довольно убедительно интересно и в принципе может отвечать на тейки довольно-таки раскрыто и хорошо это радует это радует расовые блять проблемы какой дегенерат ебучий писал эти тексты кто блять комментарии писал это чей канал блять Вальнов толкс блять тот человек который писал тебе комментарии дегенерат Вальнов он умственно отсталый ты блять понимаешь Вальнов ебать если ты это сам писал то это ты умственно отсталый политические конфликт отсталый 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 я не понимаю в жизни видел. Даже Колобка ему родители пересказывали в двух предложениях, судя по всему. Нет, есть такое. Ну, то есть, Кэтбойками видно, что человек, в принципе, начитанный и с информацией работать умеет. Другой вопрос, что его позиция не до конца... Ну, уязвимые места есть. Уязвимые места, безусловно, есть. Как и у всех, в целом. В этом порядке. Так что, речь и генетика есть на уровне. Ты мне говоришь, что в моем собственном городе, where I was born, occupied by Russia, because of juice. Из-за сока? During what time? During Russian-Ukrainian war? No, now. I mean, now. Today, my city of Donetsk is occupied by white Russians and Russia ruled by white Putin. Putin, white Putin. Sok? Обвините за это нужно сок, да. Sok. Я думаю, следует обвинить сок в этом. Sok виноват. Русские пьют довольно странный сок. Этот сок называется Водка. Водка сок. Водка-джусь. И русские его пьют. Я понимаю, что правильно. Жусь... Жусь infiltрировали русский государство. В российском правительстве очень много сока. Согласен, да. В лет назад, когда они убили царя. Куда? Не только убили, но и убили его. Да, но царь был убил. Царь был убил, но не только жусь. Ну, не только жусь, Сталин был не жусь. Нет, Сталин's original name... Я забыл оригинальный название. Я могу попробовать его, если вы хотите. Но Сталин's original name was not Stalin. It was some Jewish name. Джозеф. Yeah, Джозеф. It was named Джозеф. No, 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 no. Джозеф Стал... Да, и фамилия еще такая еврейская, знаете, типа Джугашвили. Прям, блядь. Это да. Помним еврея Сталина. Помним еврея Сталина, Джугашвили. Да, заебись. Джозеф. Джугашвили. Джозеф Сталин is the name that he's known for, but he had a name before that. Let me try to find it. Джозеф Сталин. Сталин's original name. Коба и Боба. I don't know if that's it either. You can open Wikipedia, but Джозеф. I don't see any different names. You mean like Коба? It says here, born... I can't even pronounce this. Sorry if I butcher this. Изосеб... Ээ... Бессер... Йосеф, Йосеф, Йосеф и Джугашвили, да. Рионис, Дезер. Джозеф, ау. Джуга... Look, look, it's... Лоосеф, Йосеф. It's like a Joseph, but in a Georgian way. Джуга Шивили. Yeah, it's a Georgian last name. No, I believe... Yeah, I believe... Again, like, I can't remember the exact name of the name. You think that is a Jew? Ну, блядь, Кэтбойками здесь обосрался, конечно. Джуосиф Джугашвили, да, Джуосиф Джугашвили, короче. Сталин, блядь. Дважды Джу. Джуосиф Джусиренович Джугашвили, короче, поехали. Ту-сити, вообще. Тройной еврей. Фу. Он был под-жу или что-то, да? Окей. Ну, я не знаю, это просто смешно слышать. Например, Карлом Марксом и Фриндрихом Энгельсом. Вообще суперевреи, наверное, тоже. Кстати, не знаю, евреи они или нет, но вроде такое. Убит соком. Подавился соком. Русский император подавился соком, ребят, перевожу. Срочный перевод от Александра Шадова. Путин хочет держать его мощь, для его смерти. Русский император подавился. Бля, стоп. Стоп. Водзе фук. Это диктатер. Это диктатер. Блин. Л Schmidt. ДЖУНа равна Еврея, Швили равна Сын, и факты. Бля, охуенно. Я люблю СОК. И, опять же, если вы уменьшите популяционизм, у них должны быть гораздо больше ВИТС в этой позиции. Как вы думаете, мы ВИТС? Я не знаю, вы считаете меня как ВИТС? Потому что я имею в виду. Что нужно делать с этим? Ну, многие ВИТС не знают. Многие ВИТС blame себя за все проблемы в мире. Так что нужно изменять. Я думаю, что ВИТС станет более violent для ВИТС в последние годы. И, когда ВИТС начнет, я думаю, ВИТС blame на правильный оттенний. Как вы думаете ВИТС, ОСБУМ или ВИТС-БИЛМ будут продолжаться? ВИТС-БИЛМ ВИТС в течение времени ВИТС в течение времени И так как. И я думаю, что это будет продолжаться и продолжаться и продолжаться в течение времени если это будет отвечать в США, в Америке или что-то. Я не знаю, что это будет происходить. Но, regardless из-за имени, black violence в Америке будет только worse. И я думаю, что это будет end, когда Украинцы наконец-то получат enough. Я не думаю, что государство будет делать это. Мы в начале Глобал-рace-war. Глобал-рace-war! Глобал-рace-war. 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 Ну, нормально спорят уже. Такой диалог пошёл. Сириус. Кому-нему. Гитлер-герой, типа? Да, давайте скажем спасибо Адольфу Гитлеру. Все вместе, да? Охуеть. Ладно, ладно, Букет Бойками тоже много херни несет, честно скажем. Да, скорее всего, тоже мировое господство. Ну, то есть, тут опять же проблема. Все ебаные социалисты, они к мировому господству стремились. Своего мировоззрения, поэтому, ну, тут такое. Коммунисты, евреи и черные оказываются самые главные враги нашего мира развитого. Представляете, друзья? Добро пожаловать в современность! Субтитры 2,0-0-1. Субтитры 2,0-1. Все вместе с тем, что он уже сделал в России или просто-герой. И тогда, наставневая мировоззрения, он оказался в правительстве. Там, в документах, что он сказал, что все эти люди, что он решил постигать в руки руки. Так, ну, я, я бы сказал, что это действительно активно. Вообще-то, это просто смертает на街inhaх, потому что, конечно, не применяется приемлементом. Бля, заебался своим Кремлем, чувак, ты с своими теориями заговора, давай нахуй просто. Да, я вижу, что я попышал Нью-Рели, все аргументы ведут к тому, какие русские долбоеба и как они всех оккупируют. Они говорят, и когда люди воспринимают это, это позволяет править идеологию прожить. Окей, хорошо, но вы хотя бы не скрывайте, что планируете, в этом есть что-то вот уже такое, знаете, даже честность, какая-то искренность. You can't judge an ideology by its stated goals, you can only judge it by what it's actually doing. Так и было задумано изначально. Нет, так, скорее всего, задумано не было. Дела могут противоречить целям просто из-за того, что в жизни, в мире, в реальном случилась та или иная ситуация, которая не позволяет нам идти по тому пути, который мы избрали к той самой цели. И нам приходится идти в обход, иногда настолько в обход, что мы просто перечеркиваем те или иные важные достижения, которые мы хотели бы достичь. Every feminist want to kill man, not every feminist think like feminist of last weights. There is a normal feminist. It has promoted the destruction of families and the family unit. And that is ultimately the goal of feminism. It is to make... Ну, это, по крайней мере, разрушить институт семьи значительно лучше, значительно более куда клевая цель, чем, например, устроить геноцид людей. На мой взгляд, на мой взгляд, чисто на мой такой субъективный абсолютно взгляд, но как-то вот получше звучит пока что. Окей, вижу. Окей, вижу. Окей, вижу. Мы can measure that feminism has had a horrible effect on women overall. I'm sure certain women prefer it, but overall, women are measurably less happy because they do studies on that, right? The rate of depression and such of women has gone way up. And giving women the right to vote has harmed women immeasurably, right? Because overall, women always vote left. And because of that, it has caused, for example, the European migrant crisis. The European migrant crisis is unlikely to have ever happened if it wasn't for women having the right to vote, right? And because of that, it's mostly women getting raped as a result. So it's women that are hurt by women having the right to vote. Well... As well as men. Yeah, but women mostly rape just because women not so... The women don't have a problem to gather sex with men. It's like a... No, the women are mostly raped by migrants in Europe because obviously we're a socially dimorphic species and women are the weaker ones. So they're more of a target and that's why they're raped more. Don't you think that women's place in the kitchen? I think the vast majority of women are most happy as housewives. Yeah. And that... Ну, то есть, опять же, видите, как он переиначивает слова Вольнова? Вольнов примитивизирует позицию оппонента, а оппонент выражается, я думаю, что женщинам, многим женщинам будет куда комфортнее сидеть на кухне. А если им не комфортно, ну, в принципе, бывает, конечно. There's been a lot of propaganda, because I believe that propaganda is more successful when directed towards women than men in general. There's been a lot of propaganda for the past few generations for women to reject their natural urges and tendencies. And so they... Блядь, какие нахуй природные порывы сидеть на кухне? Что за бред? Как могут существовать природные порывы сидеть на кухне? Ох, охуенно, кстати, можно делать. Природный порыв сидеть на кухне, это же невозможно. Ведь когда эволюция происходила, кухонь еще не было. То есть, когда могли сформироваться эти природные порывы, сидеть на кухне, кухонь еще не существовало. Ну, да ладно? Да, он говорит про быт вообще все позитивно, да. Активитес. Шадов, а как все-таки к нейролинку маска относитесь? Я не знаю, что такое нейролинк маска, впервые слышу. А, Джон Дой пишет, кухни появились только из-за особенностей биологии. Вот и все, окей. Кухни были заложены в женщинах, видимо, генетически. Так, у женщин есть мужья, которые могут защитить их от харассмента на работе сексуального. У женщин есть полиция, которая законодательно защищает их от сексуального харассмента на работе. У женщин есть начальники, которые могут защитить ее от сексуального харассмента на работе. Женщина более чем защищена от сексуального харассмента на работе. И если мы будем защищать женщин еще больше, это будет полный пиздец как бы. То есть куда еще больше защищать Женщин от сексуальных домогательств На работе, вот у меня реально вопрос Не только на работе, вообще в принципе Куда еще больше, что блять делать Не знаю, какой-нибудь там нерусский Видит красивую девушку Какая клевая чика И вдруг менты на него, знаете, нападают Блин, сука, нахуй На тебе, на, я не знаю Что хотят они, что они хотят Я, честно говоря, не понимаю В данном случае, что они хотят Поехали дальше Заказал бы презентацию, но она часовая Плюс, а норм пересказов нет Ну шо, я ППШ, закажите, может быть на следующий стрим Я с удовольствием посмотрю завтра уже Сейчас скоро у нас будет аукцион, надеюсь А можете на аукцион заказать? Правда, вряд ли мы тогда посмотрим Моя работа в работе Моя работа в работе Да, ребят, шейхи, я надеюсь, все здесь, потому что бездив будет скучно. Сейчас будет аукцион. Ласт квешен, там небольшой видос, с Кэтбойками ответит, что он думает про вольного, и поехали аукцион. Аук будет сейчас. Гуси, animal, гуси. Гуси, что? Can be gays. I've heard about this, though. They have hierarchical structure, complicated. Гуси могут быть геями, они трахаются друг с другом. Что на это скажешь, как бы? А? Что, блядь? Что, как бы, могут быть геями гуси? Собаки могут быть геями, и еще. Хуеть просто. Complicated hierarchy structure, and they can be gays, and gay couple of gooses take higher hierarchy positions, that not gay gooses. How you can explain that? I've heard this idea that animals can be gay, and apparently it's just not true. I wish I did the research on the forehand, I would have. I think the interview is going to be this way. Гуси, ебут друг друга. Вот это да. Гусики. Га-га-га. Жрать хотите? Да-да-да. Были у бабули. Два веселых гуся. Один серый, другой пидор. Два веселых гуся. Охуеть, я просто, я не знаю. Слава богу, я выключил твич как-то. Ради этой шутки я выключил твич. Вот это да. Вот это да. Вот это да. Он говорит, что геи и гуси круче обычных гусей. Что? Жили у бабуси два веселых гуся. И один ебал другого два веселых гуся. И еще бабуся тоже ебалась с гусями как бы. Ну ладно. Главный вопрос про гусей, конечно, просто охуенный. А ты слышал, что гуси тоже ебут друг друга в жопы? А? Слышал? Гусь-то они тоже бывают гомосексуалистами-то. Это ген гуся-гея. Ладно, охуеть. Если у вас есть еще вопросы, то я не знаю. Ну, это нормально. Это было интересно. Блядь, закончить вопросом про гусей-геев. Ты серьезно, Балёк? Блядь, это самый худший вопрос, который ты только мог себе придумать, задать. Блядь. Блядь, просто. А ты слышал, что, не знаю, червяки тоже бывают геями. Они заползают друг в друга и там... Я не знаю. Джон Дой пишет, у гусей нет ануса на самом деле. Печально. Блядь, ну это пиздец просто. Вольно в голове. Я просто не понимаю, какая там жопа просто. Тупо гусь-гомосексуалист в голове вот так вот шлепает крыльями, в которых такие, знаете... Как это хуйня называется? Как обезьянки шлепают, только теперь гусь. Гусь такой... Га-га-га-га-га-га. Блядь. Просто весь стрим у него в голове, это хуйня была. Особенно о мусульмах, это будет интереснее. И ваш телеграм-чанал... Улыбка больно! Хуйня. ...существует место, где ты собираешь всех, кто хочет видеть твои стримы. Да? Да, это место. Я могу поставить в описании. Да, конечно. Окей. Делай мне в ссылку на дискоте. Окей, окей. Спасибо большое. Окей. Окей, bye-bye. У меня есть ссылка на ссылку. Да, да. Окей, удачи. Вдожди. Ну, я надеюсь вы вдоволь наржались над этим идиотом. Я... Доладый-אזик Ахахаха ФОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХБНОМ ПЧА من Пре Rudy а а Ай, блядь, я не могу включить это говно. Сейчас это было неожиданно, просто это прям внезапно. Ой, блядь, как это было внезапно, я прям не сдох с успехом в пизду. Всё, сейчас. Знаю, как вы любите мой акцент, обязательно можете написать об этом в комментариях, также напишите в комментариях ваши вопросы. Ну и не забывайте скидывать это видео своим друзьям, имбецилам, зигамётам и расистам, сделаем их немножечко умнее. Нажимая на колокольчик и включая все уведомления, ты гарантированно не пропустишь ни одного интересного видео, которые здесь выходят достаточно часто. Также лишним не будет заглянуть в описание к этому видео, где есть все полезные ссылки, но и можешь поделиться этим видео в своих социальных сетях. Блядь. Ну вот если бы не это, видео бы не состоялось, я считаю. Это был панчлайн просто до слёз. Господи, я чуть не умер. Какой-то будет Ками про Вольнова. Ками, watch the video with Volanov and answer the questions, please. That's the half-sand nigger that's like morbidly obese that was saying that Russians are... He was saying like Russians are animals or something, and I was like, well, that's fucking retarded. And he was saying like, sand niggers are white, but Russians aren't. Like, why would I dedicate any more time to that guy? Also, he like, he fucking ambushed me in the fucking interview as well. He was like, oh yeah, I just want to do a... In DMs, he was like, oh yeah, I just want to do a friendly interview with you. And then he comes in trying to debate about Russian-Ukrainian relations. Like, complete... And he's gay, by the way. Like... Fuck me, I'll look like... Why would I talk to someone like that? Well, no, 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 no. По мировоззрению кейтбойками. Песчаные нигеры. Бля, ребят. Ну, вот это кринжача вы мне притянули сейчас. Это я прям в шоке. Господи, сейчас, дайте я приду немножко в себя. Аукцион сейчас начнется скоро.